Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok База, я, Федолка. Да не дуркуй, Федотов! Свои! Что там? Блин, свои? Ложись! Да ты что, Федотов, уйди, поел! Товарищ майор, задание выполнено. ИТК взяли, напоролись на дух. Ранен! Голова раскалывается. Помолчи, все потом. Бойцы, давайте всех в вертушку живее! Война бывает детская, до первого убитого. Потом не склеишь целого, издребезги разбитого. Душа, брат, не оправится, исключена гармония. Немало видел я ребят на этой церемонии. Немало видел я ребят на этой церемонии. Смотрю в его глазах тоску, я как по телевизору. И мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. А мирный дым, накрывок, плывет дорогой сизою. И как несвежая роса, в стаканах водка мается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. Война бывает голая, веселая, ужасная. Война бывает точная, в разгуле рукопашного. Хожу, брожу проспектами, фонарики качаются. Война бывает первая и больше не кончается. Стеной соседской лается, жизнь старая и новая. А наша не меняется, все та же, брата, бедовая. Сидим на кухне, празднуем, жена придет сердитая. Война умрет под плитами последнего зарытого. Война умрет под плитами последнего убитого. Хоменко, Федос, на выход! Тише, простите. Срочно! Война кипит победная, до первого сражения. А после, брат, как и везде, сплошные умножения. Хочу выпить, мужики. За наших ребят. За Кольку Лаврику. За Львана. Бывает и языка стоят для нас, порой не длинная. За Давидика. За всех, короче. За деда. За командира нашего. Их уже нет, а нам повезло. Они своей кровью нам жизнь подарили. Оставим без внимания. Мудрец сказал, Господь дает по силам испытания. Пускай мы стали… Светлой им память и вечный покой. Будем, мужики. А все же, брат, не гнидами, а все же, человеками, а все же, не гниющими, большими и мяреками. Знаете, мужики, когда мы с духом возвращались, приказ о выводе войск уже лежал. Ну, я думаю, не все это было напрасно. И вы мне теперь, мужики, как братья. Если что, я за вас всегда. Я вас люблю, мужики, честно, без соплей. Не может быть, чтобы нам так просто повезло. А ты с Петиком, случайно, не у Галки рожился, а? Ну, Роли, колись давай. Гала, Гала уехала. Как уехала? Куда уехала? Ташкент, а то ли у нее брат. В госпитале закрывают, скоро здесь опять пионеры, лагерь будет. Уехала, даже не попрощалась. Да у нее времени не было. Вертушка пришла, полчаса на сборы. Да, мужики, она для нас девочкам фотки оставила. Держи, Сергей. Андрюха. А? Приезжайте в Ленинград. А что, может быть и правда съездить в Ленинград? Погода как с дурелом. Третью неделю льет. Скоро на пароходах зэков возить. А что ты хочешь? Глобальное потепление? Грамотнее ты, бляха-муха. Тебе что жарко, что ли? При чем тут потепление-то? Климат меняется, дура, соображаешь? Да, Никита. Ну давай, ты быстрее. А небе что ли? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Стоп. Стоп. Что, намокли? Да нет, не намокли. Все дороги нах, это развезло. Два раза застревали. Извините, а Галю можно? Нет, дома. Ну, передайте, что звонил Сергей. Сергей Федотов. Я здесь проездом, ну и... В общем, если Галя захочет повидаться, а как вы думаете, она часам к пяти уже вернется? Отлично. Тогда передайте ей, что в семнадцать тридцать я буду ждать ее у гостиницы «Ленинград». Отлично. Я-то... Да просто знакомый. Извините, а у вас случайно щеточки платяной не найдется? В шкафу должна быть. Честное слово, я все исследовал, никакого намека. Минуточку. О-о-о, какой сюрприз. Здравия желаю, товарищ капитан. Какими судьбами? Я не судьбами, я на поезде. Из Запорожья. Из Ташкента проездом. Из Ташкента в Запорожье через Ленинград. Любопытный маршрут. А что тебя так удивляет? Я в Ленинграде никогда не был. Решил все же заехать, полюбоваться его достопримечательностями. Так ты за достопримечательностями заехал. Разумеется. Так сказать, собственными глазами увидеть. Еще ко мне вопросы имеются? Нет, больше вопросов не имеется. Тогда, если шо, у меня номер 234-й. А мой, если шо, 205-й. Заходите, товарищ капитан. Да и вы не стесняйтесь. Да, кстати, на Урале с тобой. Да нет, мы с ним еще в Ленинабаде расстались. Ну, я думаю, он где-нибудь тут скоро появится. Здравия желаю, товарищ. Товарищ капитан. Так-так, Ташкент, военторг номер один, производство Румынской социалистической республики. О, одеколон Ван Мэн Шоу. Производство Великобритании. А шо, от меня так же разит, как из парфюмерного отдела. Ну, если не нравится, можете дышать в другом месте. Следишь. Просто увидел тебя из окна. Решил, почему же и мне все же не прогуляться. Вместе с боевым другом. Ясно. Эх. Куры. Галку ждешь. Что-то задерживается. Приехали. Все, спасибо. Привет, мужики. Закурить не найдется. Держи. Ирина Михайловна сказала, что ты звонил. Кто? Ирина Михайловна. Галина бабушка. О! Он уже и с бабушкой успел познакомиться. А Галя-то где? Галя, она сегодня на дежурстве. Ночная смена. Так ты давно уже здесь? Неделю. В общем, так, мужики. Мы сегодня с Галей заявление за эксплатой. Поздравляем, как говорится, от всей души. Может, ей вы не подумали что-нибудь? Я вам честно скажу, если она согласится, я же не узнаю. На свадьбу-то придете? Когда? Через месяц. Хотел пораньше, не получается. Говорят, не положено. Кто ж его знает, что же оно будет через месяц? Мне через неделю в часть, за новым назначением. Поздравляю. Я понимаю. Ну, если сможете, я буду учен. Я просто захоню. Помогу кучу своих таксистов. Скоро-с membrану? В принципе, много ф statistских восьмин. Но еду на диплом. Depois выйти. Запрещенные предметы есть? Сумку на пол. Содержимый карманов на стол. Руки. Содержимые сумки на стол. Часы, кольца. Футболку. Голову. Подними руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Разрешите войти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О! Ну, думаю, этого точно к нам на зеленую зону сосваты. Как вот углядел. На сапу любуюсь. Видал? Герой войны, награды и прочее. Слушай, а гордый? Гордый? Ну, я не то слово. Я ему говорю, сколько, говорю, нынче телезвезды получают. А вот, ну, внимания. Вольно, говорит, майор, расслабься. Нет, видал? Он еще не понимает, куда он попал. Все еще командует. Ничего, объясним. Какая статья-то у него? Убойная, 105.2. Ну, надо же, вольно, говорит. Да. Понятно. Слушай, а где хозяин-то? Хозяин? Хозяин в город уехал. Выходной взял сыну за лекарством. Астма у сынка его. Ты в курсе? Да, знаю. Так что я пока за него управляюсь. Управляюсь. Ну, тогда разрешите идти. Счастливо, Шмаров. Скажи там дежурному, чтобы ко мне заглянул. Слушаюсь. И повинуюсь. Покеда. Разрешите войти? Я сейчас в клуб. Вызови ко мне бригадира шестого отряда. Разрешите выполнять? Выполняйте. Стоять. Заходи. Свежак. Внимание, отряд! Дежурный шестого отряда, осужденный Редькин. Статья 116, вторая, пункт Д. Бригадир где? Вызван клуб за начальника по режиму. Ну, ладно. Вот вам пополнение. Свободная койка? Занимай. Чего столбом встал? Язык у тебя есть? Чего вылупился? Поздороваться не хочешь? Здравствуй. Ха! Осчастливил. Наконец-то. С народом поздоровайся. Вечер добрый. О! Проходи. Вон твоя койечка справа. Погоди проходить. Пусть расскажет, откуда такой красавчик. Как зовут? За что закрыли? Ну, не надо молчать. Рожай, не тяни. Зовут Сергеем. Бывший полковник. Полкан, стало быть. Ну, а статья? 105-я. Серьезный полкан. Настоящий полковник. Ну, проходи. Пока. Устраивайся. Ой, надо же, полкан упал. Гляньте, братаны. На ровном месте спотыкнулся. Здороваться учись. Только повежливее. А то частенько спотыкаться придется. Слышишь, полкан? Работай, полкан, работай. Будешь спать на полу, простудись и все. Всему учить надо. Утром в ржаном закути, где злотятся рогожи в ряд. Шестерых и щенила, сука. Рыжих шестерых щенят. Да семерых она щенила, половца. Почему все время запинаемся? Почему слов не знаем? До сих пор текст не можем выучить. Да? Пока никак, женин начальник. Да он играет, как заяц на барабане. Я так не могу. Да нормально я играю. Да лучше текст вывод. Так, разговорчики. Ну-ка, дай Есенина. Пожалуйста. Утром в ржаном закути, где злотятся рогожи в ряд. Семерых половцев. Семерых. Так точно, семерых. А щенила половцев. Сука, это собака. Хорошо. Помягче, половцев. Рыжих семерых щенят. Ты понял? Так точно. Давай, половцев. Давай. Семерых, семерых. Половцев, ну руки, руки, ты же на сцене. Ну, половцев, ну. Значит так, Зинин. У тебя в отряде пополнение. Бывший комполка ВДВ. В Чечне воевал. К нам пришел поубойной. Ну. И что? А ты не гони, успеешь. Говорят, с большим гонором, полковник. Так что пропиши его, как следует. Объясни ему, куда он попал. Кто он такой. И кого надо слушать. Ну, в общем, объясни, кто настоящий в зоне хозяин. Понял. Понял я, начальник, понял. Только какие гарантии? Ты о чем? Когда в прошлый раз мои пацаны этого фраера прописывали. Ну, лейтенанта, танкиста. Так неприятности вышли. За то, что крест ему нос сломал. Хозяин обещал на него дело открыть. Открыл? Че? Я говорю, хозяин. На крест от дела открыл? Нет. Вот так. И не откроет. Вообще, я когда-нибудь тебя обманывал? Нет. Тогда в чем дело, Ваня? Тебе не надо размышлять. Делай, что от тебя требуется. И все хорошо будет. Так-то оно так, начальник. Только пацаны сам знаешь. Они гарантии требуют. Ваша гарантия, это я. И пока вы со мной, все будет хорошо. Обещаю вам жизнь, как в санатории, или что-то вроде того. Все понял? Понял. Вот, но хозяин в городе сейчас. И вернется не раньше понедельника. Так что не бойся ничего. Делай, что верено. Понятно. Разрешите идти? Погоди. А вот, почаевничайте там за мое здоровье. Вот за это спасибо, начальник. Не за что, Ваня. Вступай. Зенин! Почему во время репетиции ходим по сцене, а? Виноват. Свободен, Зенин. Семерых всех поклал в мешок. Война бывает детская, до первого убитого. Потом не склеишь целого, из дребезги разбитого. Душа, брат, не оправится, исключена гармония. Немало видел я ребят на этой церемонии. Немало видел я ребят на этой церемонии. Смотрю в его глазах тоску, я как по телевизору. И мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. А мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. И как несвежая роса, в стаканах водка мается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. Слышь, полкан, пойдем покурим. Не курю. А мне по уху. Тебя Бугур зовет. Кто? Бугур, бригадир наш. С тобой познакомиться хочет. До утра ему не дотерпеть. Слушай, ты не умничай, да? Тебя что, на руках насыть, что ли? Ладно, не будите людей. Сейчас забуюсь. Только давай шустрее, полкан, а то я не люблю ждать. Слушай, ты, человек божий, на меня похожий. Ты там шибко-то не выступай. Наш бригадир под Кумом ходит. Что, что? Тихо ты. Молчи повыше. И не солупайся. Наш бригадир с Кумом, Вась, Вась, они всю зону держат. Будешь о себе много понимать, тебе же дороже выйдет. Разберемся. Чудак, два уха, ей-богу, прими совет. У меня сегодня бесплатно. Спасибо. Полкан, ты что, уснул там, что ли? Иду. Ну, иди тогда, а то я ждать не люблю, я тебе говорил. Ну, что встал? Проходи, проходи. Настоящий полковник. Ну, что, будем знакомиться. Тебе же говорят. А это у тебя вместо здрасте. Зашибся. Ну, погорячились, пацаны. Да они не со зла. Не надо бы так. Вправду, не надо бы так. Они больше не будут. Вставай, давай помогу. Вставай, вставай. Давай руку. Вот. Дыши, дыши носом и слушай. Вопросы здесь задаю я. А ты на них отвечаешь. Слушаешь и отвечаешь. Усёк? Усёк. Тогда хорошо. Вопрос номер один. Фамилия. Имя. Отчество. Извини. Я свою визитку с собой не захватил. Вот это зря. Крест. Повторяю. Слушаешь и отвечаешь. Отвечаешь и слушаешь. Чё не ясно? Всё ясно. Только не бейте больше. Посмотрим на твоё поведение. Встал. Быстро. Вставай, вставай. Фамилия. Имя. Отчество. Федотов. Сергей Александрович. Звание. Полковник. Крест. Ошибочка. Ты бывший полковник. Бывший. Ты был полковником. А сейчас ты говно лагерное. Ты языка Федотов. Усёк. Ты на зоне. Я твой царь, бог и хозяин. И что из тебя слеплю. Так и будешь жить. Будешь жить, если я захочу. А начнёшь вонять, по стенке размажу. Ещё раз вопрос номер два. Звание. Полковник. Ты чё? Оглох? Или совсем тупой? Ты языка Федотов. Повторил. Быстро. Здоровья у тебя слишком много. Ну, ничего. Сейчас убаю. Крест. Ах, ты сука. Всё. Вольно. Отдыхайте. Не послушал меня? Почему послушал? Свести машин, я твой шофёр. Кабы ты меня послушал, так тебя и принесли. А так ты к своему ходу пришёл. Извини. Так получилось. Да я-то чё? Ты теперь чё? На себя пеняй. Только у каждого глупого мужика и кошка в дураках. Походу это. Спокойной ночи. Внимание, отряд! Сегодня ночью в вашем отряде произошло чрезвычайное пришествие. Я предлагаю зачинщику самому выйти из строя и доложить о случившемся. Шаг вперёд, выйти из строя. У нас принято называть имя, фамилию и статью, по которой вы отбываете срок. Преступник всегда должен помнить о преступлении, которое он совершил. Осуждённый Федотов, статья 105, часть вторая. За ваш проступок назначаю вам наказание. Сутки штрафного изолятора. Разрешите обратить... Разрешаю на первый раз всего лишь сутки в ШИЗО. Повторите. Есть сутки в ШИЗО. А вот это лишнее. Вы бывший военнослужащий. А стало быть, не имеете права отдавать честь. Да и мне отдавать вам честь тоже не положено. Увести. Есть. Руки за спину. Пошёл. Пошёл, пошёл. Мы ещё встретимся, полкан. Давай, давай. Дым на солнце облаком Падает больным Заслонили чёрное Горы серебра Проезжаю сбоку я Мёртвым и живым Рвусь дорогой спорною В сторону добра ПОТИХОНЬКУ ВОЛОКОМ ПОТИХОНЬКУ ВОЛОКОМ КУРИМ, ГОВОРИМ ЦЕНИМ ЭТО ТОНКОЕ ВРЕМЯ ДО УТРА ПОТИХОНЬКУ ВОЛОКОМ Громко закричит Думаю, что первая Пуля не моя Время не раскается Память промолчит Жизнь течет примерная Но только не моя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Здравия желаю, товарищ полковник Прошу вас, проходите, садитесь Добрый день, Борис Михайлович Добрый день Мне сказали, у нас шестом отряде опять ЧП Что поделаешь на зоне свои законы А вам не кажется странным Как только в колонии появляется новичок Так сразу возникает мордобой Я же говорю, на зоне свои законы У нас особая колония, не забывайте И с этой традиции И с этой традицией нужно кончать Зачинщика я посадил в карцер Думаете, новенький зачинщик? Я не думаю, я знаю Это моя профессия С чего бы то, ну, никому Сразу кулаками махать Где его личное дело? В центральном ящике вашего стола Как съездили-то, товарищ полковник? Сынишка, как? Спасибо, ничего Только с погодой беда Дороги развезло, дождь Да Не знаешь, чего завтра ждать Того и гляди, снег пойдет Да, погодка в этом году просто на удивление Феномен какой-то Что-то не так? Ну, ролик, Каримович Нет-нет, все в порядке Все в порядке Привет Здорово К Федоту А, понял Федоту, на выход Давай, давай Давай Разрешите? Да Осужденный Федотов по вашему приказанию доставлен Спасибо, можете Проходи Здравствуй, Сережа Присаживайся Спасибо, гражданин начальник Ты Ты У нас Встреча неофициальная Так что про ограждение начальника Можешь забыть пока Я увидеть тебя хотел Не думал, что придется повидаться В такой ситуации Не думал, сколько мы не виделись Давно Последний раз За месяц моей свадьбы Извини, что не смог тогда приехать Меня командировали на Дальний Восток Потом В Таджикистан Потом Все, собирался заехать Не получилось Понимаю Курить будешь? Курить будешь? Ты все еще женат Да Галя тоже здесь работает Начальником санчасти Дети есть Двое Девочка уже взрослая Тринадцать лет А пацанов всего шесть Болеет его немного Астму Но говорят, можно вылечить Значит, у тебя Все, все хорошо Хорошо А с тобой то, что случилось, Сережа? Наш полк тогда располагался при штабе Почти в самом центре города Ребята мои охраняли штабистов Дежурили на блокпостах И вот в декабре Под самый новый год Повадилась какая-то сволочь Снайпер Работать по блокпосту Из дома напротив Дом еще в первую войну развалили Да так и не отстроили Короче, лучше места для огневой точки Придумать нельзя Он всегда делал один выстрел И тут же уходил За две недели я потерял пятерых Трой, полковник Заври Вольно Еще трое попали в госпиталь Ну что, он жив еще? Очень тяжелый А тогда Откуда стреляли? Вон из дома напротив Приехал я на блокпост После очередного ЧП Возьмите Сидите, сидите Ну что, вкусно? Вкусно Где он у тебя? Вот здесь Показывай Гляжу Соложонок еще Уши торчат Глазища вот такие И шепчет чего-то Врач к нему наклонился Я спрашиваю врача Чего он сказал? Тут у пацана началась агония Короче, он через пару секунд и помер Я опять спрашиваю Чего он сказал-то? А врач и говорит Он маме Матери своей Просил До Нового года Не сообщать ничего Чтобы праздник не портить Меня-то такая злость Тогда я взяла Хотя не положено Решил на следующий день Сам на этого снайпера В засаду пойти Спровоцировали мы его на выстрел Отследили Мне сообщили по рации Что на этот раз работал Он с четвертого этажа Приблизительно с третьего подъезда И я с группой Как раз рядышком Оказался С четвертого anges Нереально Как раз С четвертого С четвертого С четвертого Терри Мои бойцы, следом за мной, в комнату влетели к нему. Вдруг слышу, Шамка, Шамка. Это же Шамка, скрипач. Шамка, скрипач. Он даже внешне был похож чем-то на того пацана, которого снайпер накануне. Шамка, это кто? Да бегал по базару пацаненок один из местных. Его родителей во время бомбежки убило. Он головой немного тронутый был. Ходил по базару, песни пел, на скрипке играл, плясал. Тем на хлебы зарабатывал. Его там каждая собака знала. Вот я его смычок в темноте за ствол и принял, Шамка, скрипач. Шамиль по-ихнему. Главное, сам сколько раз приказывал его обедом накормить. Жил он в том доме, без свято, без воды. А куда ему еще деваться? Знаешь, Нур-Али, я три войны прошел. И в рукопашную ходил, всякое было. Но там, лицом к лицу, либо ты, либо тебя. А тут прокурорские намекали мне, что дело можно замять. Но я решил, нет. Пускай судят. Будет время подумать. Что-то не так, Нур-Али. Не так. Нужно мне в этом во всем самому спокойно разобраться. Честно скажу, не самое лучшее место. Другого, значит, не заслужил. У меня в Казахстане невеста была. У отца друг один. Невеста дочка его. А то я на калке женился. Родителей не спросил. Отца перед другом опозорил. Такое началось. Отец через брата передать просил. Нет у него больше дома. Знать его не хочу. У тебя, кажется, старший брат. Младший. Он сейчас большой человек в Казахстане. Но это не важно. Получил назначение в Прибалтику, в Эстонию. Только с Галиной приехали туда. Только-только на месте устроились. Приказ вывести войска. Короче говоря, долго мы по частям и гарнизонам мотались. То барак, то общежитие. Последний раз за Уралом жили. Там завод. За три года сын родился. Астма заболел. И опять жил площадь служебная. В одной квартире три семьи. И когда предложили сюда начальником колонии, я долго не думал. Квартира отдельная, двухкомнатная, своя. Да и Галина устала со мной по углам разно мотаться. Ясно. Значит, тебя сюда квартирой заманили. Да нет, ну почему? Мне тогда идея тоже хорошая показалась. Особая колония для бывших офицеров. Военный народ больше к дисциплине приучен. Отсидел свое, вернулся. По нашим рекомендациям можешь подавать рапорт о восстановлении. Ну, а теперь? Чего теперь? Ты сказал, когда сюда пришел, тебе эта идея понравилась. А теперь? Ёлки-палки. Знаешь, анекдот, хотели как лучше, получилось как всегда. Как только открыли эту зону зеленую, стали присылать сюда кого попало. Нет, те бывшие офицеры. Только одни сюда сразу прямо из армии пришли, а другие успели отрубить пару лет в обычной зоне. А некоторые вообще на особом режиме. Их там уже научили, как и что. Они и здесь свои порядки устанавливают. Знаешь, я писал и начальство Гуин, и министерство обороны. Да. Знаешь, за что я тебя всегда ценил, Норрелли? За твой неиссякаемый оптимизм. Неужели ты в самом деле думаешь, что какая-то там особая зона будет сильно отличаться от других? А вот увидишь. Я упрямый казах. Я своего добьюсь. Ты меня знаешь. Сдохну, но будет здесь особая зона. Мне будет еще помощника хорошего. А то мой зам, не из наших, его из системы Гуина прислали. Но тут я пас, Норрелли. Я тебе тоже не помощник. Мы с тобой, брат, по разной стороны колючки. Серега. Да. Ты чего? Слушай, зря ты так. Мне стукачи не нужны. Я просто давно не видел тебя. Увидеть хотел. Извини, Норрелли. Я не понял. Фу, гадость. О, глядите-ка, кто к нам вернулся в полкан. Ну что, откормил клопов на ШИЗО, а? Чего молчишь-то? Нехорошо ты поступил. У нас таких, как ты, на перо ставят. А потом одевают деревянный клифт и на погост. Вот так. Заказа номером таким-то. Ни фамилия тебе, ни отчество. Ты просекаешь расклад, полкан. А? А не образумишься? Все плохо будет. Жить тебе тогда два понедельника. Только перед этим опустят тебя. Отпетушат по полной программе. Все. Будешь тогда у параши спать. Из пола жрать. Слышишь, полкан? Идем. Ты что створил-то, а? Ты что, сучара поганая? Что ты сделал? Ты меня так напугал, что я баланду расплескал. О, да я на тебя попал немного. Ты уж извини, а? Ничего. Ничего, полкан. Убоишься еще кружкой своей. Будь здоров. Война бывает детская. До первого убитого. Потом не склеишь целого. Из дребезги разбитого. Душа, брат, не оправится. Исключена гармония. Немало видел я ребят на этой церемонии. Немало видел я ребят на этой церемонии. Смотрю в его глазах тоску, я как по телевизору, и мирный дым накрыв окно плывет дорогой сизою. А мирный дым накрыв окно плывет дорогой сизою. И как несвежая роса в стаканах водка маятся. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. Война бывает голая, а веселая, ужасная. Война бывает точная в разгуле рукопашного. Война бывает точная в разгуле рукопашного. Хожу, брожу проспектами, фонарики качаются. Война бывает первая, и больше не кончается. Война бывает первая, и больше не кончается. Шустрый ты мужик, как я погляжу. И что? Слыхал пословицу? Со своим уставом в чужой монастырь не суйся. Да здесь вроде не монастырь. Вот я и говорю. Сперва осмотрись. Ты это сейчас перед своим бугуром номер отрабатываешь. Наше дело предупредить, ваше отказаться. Случалось, здесь и не таких, как ты, ломали. И тебя. А я вообще ни во что не вмешиваюсь. Закончили перекур. Я сам по себе. Здоровый у тебя сон. Не жалуюсь. Не спи сегодня, помучайся. С чего это вдруг? Не спи, помучайся. А войску труцелей будешь. Какие-то все заботливые, как я погляжу. Просто ужас. Внизу, на институт, сестер милосердия. Чего ты решь-то? Да ничего, ложись спать. Спокойной ночи. Завечек, ренов. Ну, как знаешь, своя голова, владыка. Коль в Москве нет, какая разница, что голова, что садится. Ты пришел? Да. Ты куда пошел? Я к детям хотел, на минутку. Они уснули недавно, раз будешь. Пойдем, можно помой руки, а? Я только посмотрю. Руки бы сначала помыл. Послушай, я же не руками на них смотреть собираюсь. Я сейчас. Я сейчас. Я тоже не сплю. Он все время сбоку на бок вверх. Ну, спать не даю. А я пить не ж нехорошо. Ну, вот. Так я и знала. Всех перебудил. Ну, все-все-все. Давай-давай. Ну, все-все-все. Давай-давай. Спасибо. Как он себя чувствует? Рахат? Да. Намного лучше. Надо будет его к Азиме в область сводить. Там, говорят, больница хорошая. Надо. Надо. Ешь. Спасибо. Знаешь, кого я сегодня на зоне встретил? Серега Федотова. Правда? А что он там делал? Командировка, что ли, приехала? Срок у него уголок. Большой срок. Его два дня назад к нам вытопировали. Господи, да за что же это? Куря, Куря! Растуй же! Что такое? Куря, он не шевелится. Откинулся, сука. Да нет, не откинулся. Не переживай. Что такое? Назад! Ну, ну все, полкал. Не будем бегать, легче не грозит, не грозит. Бабай, не грозит. Я не знаю, что ты... Куря! А и 거기. А, и... А, и... А, и... У, 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 у... У... У, у, у... А, и... А, и... Крест! Крест, дай перо! Ну, штачкуйте! Мочи его! Бой-бой-бой! Бой-бой-бой! Сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Ну все, полкан, вот теперь я тебе замочу. А ну прекратить! Разойтись! Освободить проход! Построиться быстро! Шаг вперед. Осужденный Федотов, статья 105, часть 2. Это правило вы усвоили хорошо. Но сутки штрафного изолятора не пошли вам на пользу. Так. А это что такое? Что это? Вы знаете, что это статья и новый срок, Федотов. Гражданин начальник, разрешите обратиться. В чем дело? Могу дать свидетельские показания. На этот раз драку затеял. Бригадир 6-го отряда Зенин. Ножик тоже его. Не советую выгораживать виновных. Вот так. И свидетель легко превратится в соучастника. А я не выгораживаю. Готов быть свидетелем. Я тоже видел гражданин начальник. Курень первый темный затеял. Точно. Бугор первым наехал. Готов быть свидетелем. Я тоже. Прекратить базар. Тихо. Разберемся. Во всем разберемся. Дежурный. Раненых в санчасть. Остальных. Остальным спать. Я не представился. Богорад. Григорий. Спасибо тебе, Григорий. Таскай с мясом. Спасибо тебе, Григорий. Таскай с мясом. Курить, Федотов. Спасибо, гражданин начальник. У меня свои. Как знаете. Ну что же, я разобрался в этом ночном происшествии. Действительно, зачинщиком драки был бригадир отряда с орденой Зенин. Не исключаю, что после излечения против него будет возбуждено дело. Вот так, Сергей Александрович. Решайте, заявление писать будете? Нет. У меня вообще никому никаких претензий не имеется. Ваше право. Если администрация выдвинет вашу кандидатуру на обсуждение, подражать не станете? В смысле, меня в бригадиры? Именно я думаю, что это не труднее, чем командовать полком. Не получится у меня пока, гражданин начальник. Послушайте, Федотов, может быть, вы на меня обижаетесь за карцер? Да нет. Вы не обижайтесь. Совершить ошибку может каждый. Да не в этом дело. Не осмотрелся здесь еще как следует. А я помогу? Не скрою, я смотрел ваше личное дело, наблюдал за вами в последние дни. Вы мне крайне симпатичны, Сергей Александрович. И потому буду с вами предельно откровенен. Вы знаете, какой контингент в колонии. В основном человеческий мусор, отбросы. Чтобы держать все это быдло в узде, необходима своя особая система. Да что вам объяснять? Вы же военный. Это как в армии. Устав и власть командиров отцов с одной стороны, и дембелей с другой, так сказать, неформальное самоуправление. И все довольны. И, как говорится, порядок в танковых войсках. Про танки я не знаю. Я десантником был. И в полку у меня ничего такого не было. Да неужели? У меня боевой полк был, начальник. И ребята мои решали боевые задачи. И умирали, если надо. Некогда им было самоуправлением заниматься. И молодых в коптерках калечить тоже им было не с руки. Потому как завтра вместе с этим молодым они могли оказаться под одним огнем. Понятно тебе? Что-то я не очень понимаю. А что это вы со мной на «ты»? Извините, гражданин начальник. Только второго Зенина из меня сделать у вас не выйдет. Вы меня, Федотов, неправильно поняли. Да правильно я тебя понял. Думаешь и на воле таких, как ты, не встречал. Только вот тебе мой совет. Ты кончай эти штучки. Это твое самоуправление. Боком тебя может выйти. Что-то я не очень понимаю, Федотов. Вы мне что, угрожаете? И это? Угрожаю. Так ты сейчас не в том положении, чтобы мне угрожать. Сидеть. Если я захочу, ты у меня живьем на шизос гниешь. Понятно? Только дернись у меня. Сидеть. Дежурный! Разрешите войти? Вот так. А теперь пошел вон отсюда, десантник. Так. Была бы моя воля, Гена, вывел бы я его в лесок и при попытке побега. Точно, Боря, точно. Учить их надо. Разве с нашим хозяином их научишь, Гена? Ну, ничего. Либо я этого десантника сломаю, либо он у меня до конца срока не дотянет. Ген, суть заключается в том, что человек такая сволочь, которая за всю свою жизнь ни капли не меняется. Ни капельки. Каким родился, таким и помрет. Если он один раз украл Гена... Чего? Да он еще раз украдет. Если он один раз убил Ген, обязательно еще раз убьет. И следовательно, всякое это перевоспитание, покаяние Гена и прочая лабуда, это все сказки для пионеров и школьников. Если хочешь, я тебе скажу, как избавить человечество от этой мрази. Есть только один способ, Гена. Это вырыть в лесу яму. Сгрести туда всю эту публику бульдозером. И тем же бульдозером заровнять. И тогда, Гена, в обществе наступит покой и порядок. Это что такое? Телефонограмма. Метеосводка областного центра. Штурмовое предупреждение, товарищ полковник. Читать я умею. Тут написано, примите меры. А какие я должен меры принять? Не знаю. Ты бы спросил. Ладно, я сам туда позвоню. Ты вот что, сегодня родственниц заключенных должен прибыть. Дойди до Александра Даниловича, скажи ему, чтоб наряд выделил. В поселок для уборки гостиницы. Я вчера туда заходил, свинальники дочища. Разрешите выполнять? Вон, жена нашего главного портяночника идет. Хотел бы с такой повеселиться, Ген, а? Да старовато как. Дурак ты, Гена. Женщина за сорок. Опытная, жаркая. Вот мужья у них тялые уже. Они по молодым и сильным тоскуют. Чего она за этого чурку вышла, не понимаю. Ну, ничего, Гена. Я ему эту его зеленую зону скоро прикрою. Всех портяночников под зад коленом. Держи. Пойдешь ко мне замом? Я, я-то? Ты, Гена, ты. Ты, если что, со мной? Или как? Да я... Я... Морсин всегда... Конечно. Ну, гляди, Гена. Я на тебя рассчитываю. Ты даё. Иender. Есть-е-е. Обе-е. Пог chapters. Гờ-е. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Живой! Помогите! Давай, помогай душить! Опа! Грятец! Давай на пруд! Агеризуй там цель! Давай, давай, агеризуй там! Хорошо! Чтоб не бегать зря! Ты за ним, помогай ему! Есть! Служи мою команду! Все в одну цепь! Делаем цепь! Так, хорошо, мужики! Хорошо, но мало! Давай, делаем вторую цепь! Вторую цепь! Ну-ка, Гриша, все уж первые те, а? Да все вроде! Хирик остался! Где он был цепь? Поливай! Серега! Куда? Там же как ввести! Стой, скорей! Сгорел балкан, ёк-макарек! Че встали? Че встали! Поливай давай! Поливай, говорю! Воздуха! 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 Воздуха дайте! Ого! Как и его, а! Живой! Ну и ладно. Ну и ладно. Проезжаю сбоку я, мёртвым и живым. Рвусь дорогой спорною в сторону добра. По тихоньку волоком курим, говорим. Ценим это тонкое время до утра. Жизнь ворчит, томается, тонет и хрипит. На вершины нервная выползла заря. Тишина сломается, громко закричит. Думаю, что первая пуля не моя. Время не раскается, память промолчит. Жизнь течёт примерная, но только не моя. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Ну все, убедился. Пошли. Я дам тебе машину. Только отпусти сына. У него астма. Он без лекарства может задохнуться. Отпусти сейчас, понял? Нет, начальник. Будет грузовик. Отпущу всех. Мадам, да будь ты человеком. Иди, начальник. Иди, пока я добрый. Береги сына Зинину. Не убережешь. Тебе не жить. Везде найду. Понял? Понял? Иди, начальник. Осужденный Федотов, ко мне. Тебя вроде кличут. Слышу. Остальные в колонну по два. Становись. Осужденный Федотов, статья 105-6-2. Проводи Федотова в оперативную часть. Есть. Руки за спину. Пошел. Сейчас следуем в зону. Производить уборку спального корпуса. Обед. Обед будет позже. Сухим пайком. Разговорчики. Слушай меня. Налево. Шагом марш. Подпишись. Разговорчики. Шагом марш. Разговорчики. Один. Слышите. По Хармоту. Разговорчики. Ок, как же ты. Дикатый. 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 Не могу я из колоний их отпустить, понимаешь? Не могу! У них оружие! Они такового натворить могут! Но допустить, чтобы тот из заложников пострадал, я тоже не могу! Я все понимаю, Нуралей, ты давай ближе к делу. Они не знают, что связи нет никакой. Думают, я спецназ вызвал. Торопят, им грузовик с водителем нужен. И чтоб водитель был не из охраны, а из осужденных. Но то, что я за рулем, это понятно. Да мне кроме тебя обратиться не к кому. Мог бы не объяснять, только ты в курсе, кто курня в больничку-то отправил. Но ему водитель нужен. Видимо, никто из них хорошо машину не водит и от тебя не откажется. Он считает, что у него времени в обрез. Ему как можно скорее отсюда нужно смотаться. Нет, не откажется. Ну хорошо, допустим, села за руль. Подогнал грузовик к больничке. Дальше-то что? Пока не знаю. Надо думать. Да, думать. Только думать надо как можно быстрее. Есть предложение. Помнишь, как мы бега в Афгане брали? Тогда повезло. Два раза одна и та же хохма не проходит. Попробуем. Мы все равно с тобой за час ничего лучше не придумаем. Простите. Сидеть! Буйшила. Чистяк. Двенадцать шесть градусов выше ватерлинии. Только воды нет. Ни хрена. Не течет из крана, сука. А курень чего? Да ничего. Я им предложил, он отказался. Да тут на двоих-то только-только. Курень наезжать будет. Да не будет. Давай. Будешь? Давай. Вперед. Да ты носом дыши, соложня. Щипка запирает. Смотри, как настоящие моряки пьют. Кайф. Меня грамотно шило. Научили еще на срочный пить. Я в Шевастополе служил. Был там у нас... Ну, короче, пошли мы с ним как-то в увольнительную. А у него медичка знакомая, рядом с городом жила. Ну, мы звалились к ней. Она говорит, мальчики, вина нет, магазин закрыт, только спирт. Будете? Я говорю, какие дела? Конечно, будем. Только подружку приведи. Без подружки спирт не пойдет. Ну, короче, пришла подружка. Цаца такая, знаешь. Говорит, я вообще не пью. Ну, че дальше? Че? Ну, выпила, не выпила. Кто? Подружка. Подружка? А, подружка-то выпила. Да кореш мой в лоскуты нажался. Пришлось мне одному, понимаешь, двумя кувыркаться. Знаешь, че, ты давай допивай. А я не пью. А я сейчас. Не бойся, не бойся. Ну-ка, иди. Не надо пустить. Чего? Я говорю, иди сюда. Че тебе непонятно? Жала, не трогай ее. Да пошел ты. Жала, сейчас Курин придет наезжать на отсчет, как всегда. Отпустите. Отпусти, я сказал. Подожди. Отпусти. Слышь ты, я сказал сидеть. Мужики, вы мужики. Ну, что вы сидите-то? И тебя, если за... Что вы смотрите? Я сказал сидеть. Я тебе порежу, понятно? Отпусти, слышь. Отпусти, я сказала. Че? Че ты сказала? А? Красавица. Че, кусачья, что ли? А? А ты знаешь что? Я люблю, когда кусаются. А? Ты че, сучка? Не трогай. Отпусти. Отпусти его, слушай, отпусти. Ну-ка, иди отсюда. Хватит, стоп, стоп. Хватит, стоп, стоп. В чем дело что такое? Если он тебя не ударил, нигде не болит, нет? Это ж что такое? Разберись со своими. Закройся. Успокойся, все хорошо. Давай, давай, тихо. Тихо, тихо. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Куря, че я-то? Она сама. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Ну давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Куря! Да сама она я тебе говорю! Подошел. Ах ты, сука! Куря! Тихо, она точно! Давай-давай-давай, глубоко вверх, давай-давай, спокойно-спокойно. Если эта мразь еще раз сюда сунется, мочи его, понял? Не замочишь, я тебя первым порву в куски. Это что? Пил? Ну, глоток. Убью, гада! Стоять! Карета подана. Стоять, я сказал! Курень! Что там еще? Такси заказывали. Завалить тебя, что ли? Не понял. Тебе что, водила уже не нужен? Водила нужен, ты нет. Иди, скажи начальнику, пусть другого пришлет. Ну, как знаешь. А ты не боишься, бугор, пока я уеду, пока они другого найдут. Сюда мальчишек и мальчиши с калашами подтянутся и покрошь тебя в мелкий салат. Надо еще найти того дурака, который согласится тебя на машине катать. Ну, ты поторопи его. И пусть помнит, у меня его баба и пацаненок. Понял? Куря, куря, там это, пацаненок хозяина загибается нахрен. Че? Да приступ у него астма. Если загнется, надо всех перемочить. Ноги надо делать. Слышишь, куря? Ага. Оторвать бы тебе вторую клешню, урод. Эй! Погоди! Уговорились. Кирилл, может, сейчас и поедем. Ты че, куря, в банкан у хозяина в крышах ходит? Ты понимаешь, это подстава, чистой воды подстава. Закройся, урод! Раньше надо было думать, когда-то она бабу хозяина полезла. Ну, так я зайду. Крест, проводи его. Ничего, ничего. Ничего. В лес заедем, я его сам завалю. Падаль. Угрозь, урод! Товарищ полковник, товарищ полковник, разрешите обращаться? Да, слушаю. Телефон заработал, вам из области звонят. Кто? Зам. начальника управления. Скажи, сейчас не могу подойти. Срочно просил, срочно. Черт возьми, совсем, когда не надо. Тут как тут, когда надо, их до них не дозвонит. Там, блин. Идите, Нуралий Каримович, а то ведь странно спрашивать, почему не подошли. Узнают, что у нас ЧП. Нуралий Каримович, ты ж Кокошев! Все равно узнают. Черт возьми. Ладно, я быстро. Чё встал? Заходи. Что это? Лекарства. Хозяин для сына верил передать. Крест. Да. Отнеси. Понял. Куда это он? Не твоё дело. Я должен убедиться, что все заложники живы и здоровы. Гражданин начальник распорядился. Начальник пусть на зоне распоряжается. А здесь мы хозяева, понял? Ну, тогда я отсюда никуда не еду. Нарываешься, полкан. Ох, нарываешься. Нет. Просто у меня срок большой, мне торопиться некуда. Курим. Ну, что там? Оглемался. Хорошо. Очень хорошо. За улицей следи. Ну что, пошли? Двигай. Двигай. Здравствуй, Галя. Здравствуй, Серёжа. Как вы тут? Уже хорошо. Сын. Как себя чувствуешь? Ну, скажи, дядя, не бойся. Марафон. Ну, всё, поехали. Харича, возьми её с собой. Давай, пошли. Пошли, пошли. Пожалуйста, не надо. Оставь её. Оставь её. Оставь, зачем она тебе? Тебя, чтоб меня мало. Тебя мало. Тебя они, начальники, не побоятся прикончить. А её, может, в расход не захотят отпускать. Не надо. Поставьте её. Не понял. Я пойду. Отпусти её. Иди сюда. Знаешь, как с этим обращаться? Знаю. Ты останешься с тетей. А я скоро перейду, ладно? Ладно? Мама. Не бойся. Всё будет хорошо. Пошли. Ты сказала. Не бойся, маленький. Мама скоро вернётся. Мама. Давай, давай. Иди, давай. Граждане начальники, не стреляйте! Не стреляйте! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Ну? Чё, встал? Двигай! Все в кузов. Крест возьми, ухыщий автомат. Если сзади суется кто, мочи всех в капусту. С комфортом поедем. Ты-ка за со мной пойдешь в кабину. Я иду, иду. Давай, открывай. Отошел. Давай, давай. Залезай давай. Закрывай. Лезь за баранку. Давай, шевели копытами. Ну, трогай помалу. Ну, что? Да я знаю. Заводись давай. Я-то давно завелся, вот она не хочет. Ну, смотри, полкан. Если ты подстава, я тебя первого в куски порву. Нискры нет. Может, свечи сдохли? Ты мне сейчас сам сдохни. Да не блажен. Не дергайся. Сейчас погляжу, в чем дело, и поедем. Куда сидеть? Ты думаешь, она сама починится? Ну, давай, будем сидеть. Может, золотое яйцо высидим. Ладно. Иди, смотри. Что там? Понятно. Ну, смотри, ты первый ляжешь. Да, Степан Михайлович, Аслабик слушает. Алло, алло. Телефон не работает, Валера. Как не работает? На, послушай. Да, действительно, не работает. Пять минут назад работал, товарищ полковник. Черт, возьми совсем. Он спел тебе что-нибудь сказать. Ну, сказал, что в области чрезвычайное положение. Многочисленное разрушение. Есть человеческие жертвы. И все? И все. Так это мне и без него известно. А потом он вас срочно требовал. Да, будет звонить, скажи. Как телефон восстановит? Я сам ему перезвоню. Да. Скажу, у вас тоже ЧП. Понял, да? Слушаюсь, товарищ полковник. Ты что, там уснул? Ты что, там уснул? Все понятно. Провод на массу окислился. Зачищу и поедем. Давай быстрее. Слышь, ну-ка, вылези, помоги, а? А с пивком тебе не сбегать. Да помоги же, у меня не три руки. Тут делов на пять секунд. Или ты что, с Калашом и боишься? Ну, так попроси ее, герой хренов. Вместе пойдем. Открывай. Всем стоять! Не дергаться! Отойду я первую замочу! Ну что, какой провод? Этот. Дуй к автоматчикам. Че? Дуй к автоматчикам. Слушай меня внимательно и соображай. Без него машина не заведется. Ты можешь меня убить. Но тебя под прицелом держат три снайпера. Лишнее движение и ты труп. Сдашься, будешь жить. Нет, подохнем все. Решай. Погляди на снайпера. Там, на вышке. Ну! Беги отсюда, быстро! Беги, беги! Калина Игоревна, притнитесь! Притнитесь! Ну что, как вы? Как все хорошо? Все. Ах, ты ж сущая морда! Тихо, 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 тихо. Не нервничай. Ты снова проиграл, Курень. Ой-ё! Вылезай, вылезай! И остальным пассажирам скажи, приехали. Ага. Крест! Крест! Замочи его! Крест! Крест! Не делай глупостей. Автомат на землю, руки за голову. Живо! Крест! Пошел ты. Падла! Сам облажался, сам и мочи. Хича! Все, 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 все. Не стреляем. Вот это правильно. Слушай мою команду. Сука ты. Открыть огонь на поражение. Вам должны повторять. Огонь! 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 Не стреляйте! Не вперёд! Не стреляйте! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Я читал ваш рапорт. И всё-таки, Борис Михайлович, мне до сих пор не ясно, зачем вы приказали открыть огонь? В рапорте всё изложено. А я не понимаю. Заложникам ничего не угрожало. Осужденные готовы были сдаться. Тогда зачем? Я же написал, чтобы избежать возможных жертв. Какие жертвы? Жертв среди военнослужащих. Преступники были вооружены. Если бы началась перестрелка... Какая перестрелка? Мне сказали, осужденные. Бросили оружие и подняли руки. Это неправда. У одного из них был автомат. Верно. Это был осужденный Федотов. Тот самый, который согласился помочь администрации в освобождении заложников. Для меня он такой же осужденный, как и все остальные. И вообще, я считаю, с вашей стороны была допущена огромная ошибка. Не следовало к этому делу привлекать осужденных. Я не хочу обсуждать с вами свои действия. Я хочу понять вас. В результате вашего приказа тяжело ранен один и погибло трое осужденных. Более того, мог пострадать осужденный Федотов, который действовал от моего имени. Вы не могли этого не знать. Я могу лишь повторить, что считаю большой ошибкой участие Федотова в этой операции. Это первое. А второе. Федотов вел переговоры с преступниками на большом расстоянии. О чем они говорили, неизвестно. Я не мог исключить того, что Федотов склоняет преступников к побегу. У них на руках было два автомата. У них был исправный грузовик. И поэтому, как только последний заложник оказался вне опасности, чтобы избежать возможных жертв, я отдал приказ открыть огонь на поражение. И в сложившейся ситуации, по закону, я имел полное право отдать такой приказ. А по-человечески. А я на службе, Нур-Али Каримович. На службе? Да, на службе. Кому вы служите, хотелось бы знать. Сядьте! Сидеть! Знаете, Борис Михайлович, иногда у меня складывается такое впечатление, будто вы живете по принципу. Чем хуже, тем лучше для вас. И наоборот. Честно. Я могу идти? Можете. Но я буду настаивать на тщательном расследовании всех обстоятельств делала. Это ваше полное право. До свидания. Ламбу опусти пониже. Да не так, повыше. Ты же меня так спалишь. Вот так годится? Годится. Федотов, кто здесь будет? Ну я, Федотов, а что? С тобой потолковать хотят. Кто? Что кто? Кто потолковать хочет? Пойдем, увидишь. Сейчас. Скажи, мужикам можно запускать. Хорошо. Ну, пошли. Пойдем. Пойдем. Ну что? Свет-то будет? Ну? Зачем звали? Так это не здесь. Пошли. Пошли. Ну, не верни. Ну, успокойся. Ну, перестань. Перестань, перестань. Они из города ехали, когда смерть началась. Прям, знаешь, дорогу вроде прям как ножом спорола. Деревья, люди летали, как щепки. Народу погибло, говорят. Прям ужас. А Катина-то муж с 15-й квартиры. Он за рулем, микроавтобус сидел. Так вот, бухгалтерша говорит, что выехали из города, заправились. Она как-то, не знаю, выскочила. А он, представляешь, автобус приподняла, потом метров на сто откинула, бензобак взорвался. Прям заживо на глазах сгорел. Ужас какой-то. Ужас, боже мой. Ужас. 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 Ты ешь, ешь. Я ем, ем. Ты так как себя чувствуешь? Нормально, я больше засвина боялась. Ты у меня смелая. А как Сергей? Ты его видел? Видел. Ну, и что? Ну, что-что. Спасибо сказал. А он? Сказал, нет, за что. Да. Подставила я его, получается, понимаешь, подставила. Ну, перестань, Нураль, ты здесь при чем? Да при том, что я начальник колонии, понимаешь? И за все, что там происходит, я отвечаю. Что? Черт возьми, совсем забыл. Что? Мне надо позвонить. Тоже телефон не работает. Да. Черт возьми. Как же я мог забыть, а? Ну, что случилось-то? Что? Как же я мог забыть? Что стоим? Долго еще. Да пришли почти. Я не знаю, жужедей. Соединяйте зубы, садись. Посадо, жужели в чем? Кessential, красава. Не забыл только подругу, гляньк легко. Присаживайся. Нога в правде нет. Выпивай, закусывай, не стесняйся. Спасибо. С кем умею честь? Зови меня просто. Тимофей Кирьянович. Или как другие зовут. Вот дядя Киря. Так зачем звали Тимофей Кирьянович? Дело у меня к тебе есть. Говори. Ты про курение не переживай. Курень дрожь буском им водил. Они вдвоем хотели всю зону под себя подмять. Ну, короче, на что нарвались, то и получили. Так что из-за курья к тебе претензий никаких нет. Ты лучше вот что скажи. Это правда, что ты с нашим хозяином в грешах. Он был моим другом. Воевали когда-то вместе. Ты говоришь, был. А сейчас? Теперь у нас с ним разные весовые категории. Ясно. Ну, ты выпивай, Федотов. Давай. Не стесняйся. Разговор у нас с тобой долгим будет. Дым на солнце облаком Падает больным Заслонили черное Горы серебра Проезжаю сбоку я Мертвым и живым Рвусь дорогой спорною В сторону добра Потихоньку волоком Курим, говорим Ценим это тонкое Время до утра Жизнь ворчит, а мается Тонет и хребит На вершины нервная Выползла заря Тишина сломается Громко закричит Думаю, что первая Пуля не моя Время не раскается Память промолчит Жизнь течет примерная Но только не моя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Стой, стрелять! Стой, я сказал! Стоять! Стоять! Я сказал, стоять! Лёг на землю! Лёг! 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 Лёг на землю! Лёг на землю! Лёг! Нога! Лёг на землю! Идёшь? Вперёд! Не оглядываться, я сказал. Где нашёл? Товарищ лейтенант, в туалете прятались гады. Молодца. Иди-ка, идём, там вышка идти с нами. Он целел. Ну, это на доллар похоже. Я в третий барак. А-а-а! 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 Сбрасывай! Сбрасывай его! Пушку забери! В ходу! Куда? Доминировано! Чё, забыл? Забыл! Быстро, быстро, быстро! В связи со сложившимися обстоятельствами, на всей территории зоны объявляется чрезвычайное положение. Администрация ИТК призывает вас соблюдать спокойствие и порядок. Ответственность за нарушение режима возрастает. Все работы на территории промзоны временно приостанавливаются. Первоочередная задача у меня вчера разговор был. Скажи, это правда, что в поселок кому-то из наших родственники должны были приехать? На свидание. Правда. Но втобус в поселок не пришел, связи с городом у меня до сих пор нет. Я вообще не знаю, что вокруг творится. Честно. Но ты заранее не волнуйся. Это не точно еще. Ну, говори, что? Ты знаешь, что к тебе жена должна была приехать? Чья жена? Твоя? Не. Не может быть. Понимаешь, мы с ней практически в разводе. Неофициально пока, но года полтора мы уже не видимся и не переписываемся. Она даже на суде ни разу не появилась. Нет. Нет. Ошибки тут не могло случиться. Да. Да нет, к сожалению. Тамара Викторовна, Федотова. Все верно? Верно. А почему к сожалению? Видишь, у меня сосед погиб. Он шофером работал. И вез Бухалычащу из города. Когда смерть начался, машина их перевернула. Бухалычащу успел спастись, а он нет. Но это не точно еще. Да не тяни ты, что? В общем, она вроде видела какой-то автобус. Не знаю, наш он был или нет. Там вообще много машин разбила. И дорогу разрушила. И жертвы были. Спасатели там работали. Раненых и погибших всех в город отправляли. Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что моя жена и остальные тоже погибли? Я не знаю. Не знаю, честно. Может, да, а может и нет. А как узнать? Надо в город ехать. Иначе никак. Или когда связь восстановит. Но судя по тому, что вокруг творится, это еще не скоро будет. Отпусти меня в город. Как это? Под честное слово. Сколько тут до города? Ну, если по прямой, километров тридцать. За сутки обернусь. Если дороги нет, пешком дойду. Узнаю и назад. Я вернусь, ты же знаешь. Да я знаю, Сергей, но как это ты себе представляешь? Наверняка все спецслужбы вокруг на круглосуточном дежурстве. А если тебя остановят? Спросят документы. Ну, дай мне какую-нибудь справку. Какую? Не знаю, ну, о временном освобождении. Ты пойми, если она... Если Тома действительно погибла, хотя бы увидеть ее в последний раз. Попрощаться. Нет. Нет таких справок, Сергей, нет. Я обещаю. Я обещаю, я вернусь. Неужели ты мне не веришь? Я... Я верю. Но отпустить тебя не имею права. Давай. Давай. Вставай, Чурок Ильич. Стоять. Свободен. Серега. Ставь. Не. Слышь, Серега, тебя там Киря давно дожидается. Что? Киря, говорю, тебя дожидается. Ну, пошли. Давай веди. Кури. Ну, рассказывай, какие новости. Для вас хороший, Кирян Тимофеевич. Вы точно знаете, что к вам жена должна была приехать? Письма писала, вроде собирается. Не приехала она. А чего ж тут хорошего? Автобус в поселок не пришел. Есть предположение, что разбился он. А что случилось с людьми, тоже до конца непонятно. Может, живо, а может, нет. А ты точно знаешь, что моей старухи там не было? На все сто. Точно? Уверен? Я записал, к кому должны были приехать. Всего пять человек. К тебе, Гриша, кто-то ехал. Ну, ко мне. Пошли. Да. Плох. Пошли. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что там про менты это говорил? С той стороны Минное поле. Это что, с войны что-то? Какая война? В прошлом году со стороны Хосблока три побега было, а вот хозяин за колючкой растяжки поставил. Там еще Битюгу ногу оторвало. Знал Битюга? Нет, я позже на зону пришел. Ну тебя что здесь оставить? Иду, иду я. Кхе-хе-хе-хе-хе. Кхе-хе! «Кхе-хе-хе!» «Кхе-хе-хе!» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Зона там. Мы шли. С севера. Железка в той стороне. Пошли. Да погоди, козырь. Чего еще? Неправильно это. Через поляну топать. Чего-чего-чего-чего? А что, если красноперые в лесу? Они нас на этой поляне на разы секут? Постреляют коптире. Обойти надо. Он прав. Ты дорогу в обход знаешь? Слышь. Нет. Вот и я, нет. Пошли. Я сказал, пошли. Козырь, слышь. Ты что творишь, Вова? Сигналишь, чтобы гражданин начальник тебя побыстрее нашел? Но я же не знал, что это ты. Здорово, ленивый. И тебе не хворать. А, ты что, тоже соскочил? Да нет, милок, я на зоне остался. А это перед тобой тень отца Гамлета. Ладно, хорош болтать. Пошли. Куда это ты идти собрался? Вова. К железке. Через поляну. А. Ну, иди, милок, иди. А что? Это не поляна, Вова. Это трясина. Чтоб на тот берег перебраться, вертолет нужен. Ну, это. Так что делать-то? Да. В обход топать надо. Вот так, по бережку. Далековато, но зато верняк. Откуда ты знаешь, что там трясина? А ты сходи. Проверь. Ты на зоне в авторитетах ходил. И все такое. Только здесь мы не на зоне. Просекаешь расклад. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, что? Пошли? Пошли. Пошли. Что надо сделать? Надо определить процент от числа. Надо число разделить на сто. Правильно. Как определяется процент от общего числа? Надо число разделить на сто. Ну, как нам теперь считать 12 процентов? Да. Хочешь. Не, нет. Ну, я не знаю. О, не, нет. Нет, нет. И, нет, нет. Я не знаю. Хочешь, да? Да соображайся, соображайся. Гал, мне надо поговорить с тобой. Ты же, ну, справишься дальше? Справлю. Давай. Жаль, я самую. Значит, ты не отпустил его? Как? Как я мог его отпустить? Не кричи. Я не кричу, я разговариваю. Громко разговариваешь. Извини. Не могу я его отпустить. Не имею права. Если отпускать, то почему только его? Там еще четверым родственники ехали. Нет, не могу. Если ты все решил, зачем ты мне об этом рассказываешь. Чай будешь? Потому что, вот когда связь восстановят... А если ее через неделю восстановят? А если через месяц? Тогда завтра кого-то отправлю в город. Или сам. Сам поеду и все узнаю. Ну, Ралли, ну, что ты, Сережа, скажешь, когда вернешься? Прости, твоя жена погибла, но проститься с ней... Ты не можешь. Вот отсидишь свой срок, тогда поедешь на могилку. А если на больнице лежит, может ей помощь нужна. Поддержка, не знаю, беда, кругом беда, Ралли. Не могу я. Не могу, понимаешь? По уставу нельзя. А по-человечески? Ты хочешь, чтоб меня тоже посадили? Не хочу. А что тогда? Не знаю. Хорошо. Ладно, ложись спать. Хорошо. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Так шевелись! Хорошо. Ивочкин. Я. Дуй к шмару. Скажи, чтобы оформил документы на... Это как фамилия осужденного? Грознов. Вячеслав Федорович, второй отряд. Все понял. Так точно. Выполняй. Есть. Только живо! Спасибо. Пока все могут перекурить. Сигарету. Что, доктор, покурим? Да. Хорошо, что все-таки его взяли. Гражданин начальник, разрешите обратиться? Я не понял, курить-то будем? Да, слушаю. Конечно, спасибо тебе. Но ты не слишком горячишься, Нурли. Тебе за нас не улетит. Да все нормально. Нет, я в том смысле... Зачем тебе самому нас этапировать? Мог бы кого-то другого отправить. Когда Галя с сыном в заложниках были, ты бы тоже мог кого-то вместо себя за бранку посадить. Война бывает детская, до первого убитого. Потом не склеишь целого, издребезги разбитого. Душа, брат, не оправится, исключена гармония. Смотрю в его глазах тоску, я как по телевизору. И мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. А мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. И как несвежая роса в стаканах водка мается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. Я, товарищ полковник. Где-то здесь должен быть мост железнодорожный. Справа, я думаю. Пойди посмотри. Давай, Ивочкин. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Слушаю. Мост справа, где-то в километре отсюда. Только он разрушен. Так что в город нам на электричке никак не добраться, я думаю. Правильно думаешь. Мост там. Ага. Так, если железнодорожный мост справа, значит автомобильный еще дальше. Пятнадцать километров вправо по лесу. Ага. А потом еще назад возвращаться. Так мы до ночи на тот берег не переберемся. Ага. Да. Решите обратиться, гражданин начальник? Да, слушаю. Осужденный Редькин, статья 111, часть. Ближе к делу, Редькин. Так вот, гражданин начальник, когда мы сейчас в леском шли, я там слева деляночку заприметил. Ежели брюночки что там лежат, сюда подкатить, можно плот соорудить. Плот? Так точно, плот. Копырик у вас имеется. Ежели поторопимся, то часа через два на тот берег можно махануть. Я плотный вязал лет двадцать тому назад. Еще до службы. Я ж под Вологдой. На лесоповале работал. Че ты лепишь-то? Че там в твоей Вологде можно сплавлять, ёк-макарек? Краю, что дерьмо в Канаве. Я говорю, что была там речка. Говнотечка? Пашихонка. Извините, гражданин начальник. Мы по ней лес плавляли. Потом ее, правда, топляком запрудило. Она и пересохла. Говорите, за два часа? Ну, снесет нас, малеха. Ну, два километра, это ж не тридцать. А бревна чем крепить? Так и в ника кругом, как грязи. Надергаем лыка, навяжем веревок и запрягай деревню трактор. Хорошо. Командуйте, Рейткин. Что делать надо? Есть. Ну, обычные косички. Вот девочка, вот такие косички. Вот так нужно. Хорошо. Вот так вот. И укромку-то пошише делай, чтобы веревка не скачала. На два пальца. О, о, вот так вот. Давай, давай, давай. Не жалей субботу денег, коль реформа понедельник. Готово. Взяли. Опа, заноси. Давай так. О, доктор. А ты говорил, глыка не умеешь вязать. Молодчинка. Пошли в три. Раз. Ну, давай, давай. Так, здесь нормально все. Ага. Все, мужики. У меня перекур. Надо бы, ребят, с деляночки еще петок бренышек сюда приволочь. Мы на них поперек готовые будем складывать. Потом, когда плод будет готов, мы враз на улицу. Ивочкин, я! Сколько еще можно бревна таскать, Йок-Макарек? Пошли. Надо. Иди и притащи. Понял? Извини, у меня другая функция. Какая еще функция? Инженерная. О, вот. Тоже мне инженер-конструктор. Цилковский Йок-Макарек. А? Че? Пошли. Раз надо. Шевелись! Что у тебя там? Ну вот, молодец. Ну, а ты говорил, не умеешь. Давай, давай, раз, два. Молодчинка. Ну, извини, извиня-ка. Слишком тонкая. Прямо толстая, тяжелая. Неужели выдержит? Пишите, гражданин начальник. Не гражданин начальник. Вот эту косичку мы теперь втрое вязать будем. А вот уж она все выдержит. И на том плоду, как говорится, и море перейду, и речку перейду. Вот. Разрешите продолжить? Разрешите продолжить? Разрешите продолжить? Угу. Так вот. Скажите, речка, у вас есть статья 111-я, часть 2-я, дополнительные 213-1. Причинение тяжкого вреда здоровью. Так точно. А также мелкое хулиганство. А что? Да я смотрю, вы, вроде, человек не злобливый, с юмором. Да. Как же вас угаразывать? Так, опять же, пошутил, малеха. Я аж в авиации служил, по-технической. И вот как-то прислали к нам нового помполита. Фамилия у него еще такая была, летная, Соколов. И вот этот Соколов любил смотреть в небо, как самолеты взлетают. И был этот помполит такой, красив с собой. Ну, а ежели он когда летал, только в детстве с кровати на пол. Словом, летать Соколов не летал, но вот по другой части был настоящий ас. Где находилась наша часть, не скажу. Сами понимаете, военная тайна. Но только до ближайшего населенного пункта на машине дальняя дорожка, а потом еще пешком немножко. Можно, конечно, баб наших осуждать, но с другой стороны, кругом глушь, тоска. Да, у волков в соседнем лесу и то все морды знакомые. Короче, не каждый мужик такую военную ссылку выдержит. Однако, эти самые полеты Соколов летчикам нашим надоели. Ну, собрались мы с мужиками пивка попить и прикинуть, как получить помполита. А тут еще майор по фамилии Ерохин и говорит. Братцы мои. Дочка моя мне жаловалась. Соколов этот класс на нее положил, а ей всего шестнадцать. Что делать, мужики, не знаю. Это уж, как говорится, ни в какие ворота. С этим надо что-то делать. Продолжение следует... Тихо, 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 тихо. Да, ну так вот, подловили мы нашего Соколова, ну, хлорофольчику, малюха, нехнут дали для верности. Потом свезли на аэродром, там у нас вертушка стояла, на ней с большой земли почту возили. Вот. А когда он после наркоза стал в себя приходить, наш майор Ирохин и спрашивает у Штурумна. Да так, чтобы этот Соколов слышал. А скажи-ка мне, братец мой, какая у нас высота? Тысяча метров, копеечка в копеечку. Маловато, выше давай. Есть, командир. А теперь? В алтаре. В самый раз. Ну, давай, выбрасываем его нахрен. Не надо, что вы делаете. Давай, живи, живи, живи. Давай, нормально. Ну, вот. А когда Соколов Мишоп из головы снял, я смотрю, он совсем седой. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Давай, давай, навались! Встать! Слышь, Денис Ильич, а что ж со всей вашей компанией ты один срок получил? Так все получили, только все условно. Я придумал и организовал, мне и сидеть. Вон я и сижу. Командуйте. Медотов, на правый борт. Есть. Галицкий, Краснов, на левый. Макарат, со мной. Понял. Метров, пошел ты, Макаренко. Вместе оставайся. Хорошо. Давай, поехали. Раз. Давай. Ну, молодцы, еще разочек. Сильнее. Макарат, давай, наш выкрай. Хватит рать. Давай сюда. Еще разочек. Простите, а куда плывем? Куда, туда, туда плывем. Еще. Опа. Давай, 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 давай. А. А. Редкин. Редкин! Пороги! Мужики, мужики, все на правый борт. На правый борт. На правый борт. На правый борт. Давай. Давай. Давай, навались, дракон! Помогай, помогай! Давай! Каждый один начальник! Первый шестер! Помогай! 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 Иди сюда! Руни с рук рвёт! Давай, помогай! Да-да! Давай! Сейчас! Вот так! Держись! Сейчас! КОНЕЦ 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 Проезжаю сбоку я, мёртвым и живым, Рвусь дорогой спорною в сторону добра. ПОТИХОНЬКУ ВОЛОКОМ КУРИМ, ГОВОРИМ, ЦЕНИМ ЭТО ТОНКОЕ ВРЕМЯ ДО УТРА. ЖИЗНЬ ВОРЧИТ, ОМАЕТСЯ, ТОНЕТ И ХРИПИТ, НА ВЕРШИНЫЙ НЕРВНОЯ ВЫПОЛЗЛА ЗАРЯ. ТИШИНА СЛОМАЕТСЯ, ГРОМКО ЗАКРИЧИТ, ДУМАЮ, ЧТО ПЕРВАЯ ПУЛЯ НЕ МОЯ. ВРЕМЯ НЕ РАСКАЕТСЯ, ПАМЯТЬ ПРОМОЛЧИТ, ЖИЗНЬ ТЕЧЁТ ПРИМЕРНОЯ, НО ТОЛЬКО НЕ МОЯ. РАСКАЕТСЯ, ГРОМКО ЗАРЯ. РАСКАЕТСЯ, ГРОМКО ЗАРЯ. ГРОМКО ЗАРЯ. РАСКАЕТСЯ, ГРОМКО ЗАРЯ. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Ну, вот что, граждане шансонетки, я вас отсюда выведу. Но если кто-нибудь еще вздумает рот на меня разевать, я тому все мусало раскрою, а самого на пинты порежу. Понятно? Пошли. Ну что, ты с нами или как? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Галин. Здрасте. Гражданин начальник, постарайтесь не шевелиться. Я в прошлом майор медицинской службы. У вас, по-видимому, сотрясение мозга и похоже на перелом голени. А если не выдержит? Вяжи! Очнулся! Ну как? Всё, вот так. Ёк-мокарёк. О, где Ивучкин? Ивучкин где? Пропал сержант. Надо искать. Искать надо. Да мы его искали. Часа два искали. Редькин говорит, он… Не шевелитесь. Лежи, лежи. Редькин говорит, он видел, как твоего сержанта под брено затащило. Скорее всего, утонул твой Ивучкин. Такие дела. Ну, у меня все. Ну, как там у вас? Готово? В нашем виде. Давай, тащи сюда. Давай, ставь. Помогай. Пожалуйста, с головой только аккуратно. На три. Выдержать. Раз, два, взяли. Чш-чш-чш. Взяли, положили, хорошо. Осторожненько. Ну, как ты? Серега. Где мы? Хрен его знает. Нас несло по течению. Километров на пять. Может быть и больше? Ничего. Пойдем вдоль реки наверх. Дойдем до моста. А там по железке до ближайшей станции. Доставим тебя в больницу. Ты чё, полкан? Какая больница, Йок Макарёк? Не знаю. Все будет хорошо. Взяли. Взяли. Возьми. Пойдем. Мы теперь до родичей не дойдем, или как? Ага. Нам теперь хоть куда-нибудь дойти. Он скажет спасибо доктору Косорукому, Йок-Макарек. Простите, это вы мне? Это мы тебе, Айболит Хренов. Кто руля не удержал? Пушкин? Настучать бы тебе по репе, Йок-Макарек. Чавку закрой. Чего? Другу раз повторить. Ох, Йок-Макарек, извините, забыл назваться. Зовут меня Николай. Фамилия моя самая простая, Петров, статья номер 105, три раза. Ну и шо с того? А то. Что, если я троих заплачил, то четвертый для меня просто не проблема. Отставить! Стойте. Стойте, стойте, стойте. Остановись на минутку. Кладем, кладем на землю. Все трясет. Вот, да. Ты че, норли? Надо повыше, как можно повыше. Это ж откуда такое сокровище-то? Привычка. Я всегда спички и сигареты в целлофане ношу. Нет-нет-нет. Нет, лично я, гражданин начальник, я бы вам курить не рекомендовал. Хуже не будет. Да нет, в том-то все и дело, что может быть значительно хуже. Тебе тоже вредно курить, Йок, Макарек. Спасибо. Лицкин, Лицкин. Спасибо. Лицкин, Лицкин. Не играйся с калашом, Рогатик. Вдруг стрельнет. Он пошутил. Не видишь? Свои. А вы мелким случаем не из зеленой зоны будете? Так точно. Ну да. А что, зеленая тоже оторвалась? Как видишь. Ну да. Ну да. Ну чего этот гражданин начальничек рядом с вами? Где? А вот этого, падла, красноперого. Он свой. Переоделся. Так легче, через КПП пройти. Он свой. Свой. Ну да. Ну а теперь куда путь держим? Так на железку. Ты случаем не подскажешь, как туда быстрее добраться-то? Ну чего ж не подсказать хорошим людям? Подскажу. А вот так. Напрямки. Через полчаса на месте будете. Ну тогда, пожалуй, мы пойдем. Ах, ну да. И нам пора. Приятно было повидаться. Взаимно. Пошли. Пошли. Ветка. То ветка сломалась. Ну да. Счастливо добраться. Час уже топаем. Похоже, сбрехал тебе тот хрен с горы. Подожди, мужики. Давай осмотримся. Привал. Давай, заноси. Давай, камни. Аккуратно. Аккуратно. Давай. Отстань. Давай. Давай, вот. Вот так. Давай его посадим. Нет, нет, нет. Нет, осторожно, пожалуйста. Опа. Только граждану начальнику не давайте. Ага. Не поганьте природу. Доктор. Простите? Зоки беглые, судя по всему, с десятой зоны. Особо опасные. Так их и без нас же наверняка шукают. Надо сообщить. А? У них оружие. Я нет, нашел. Да нет, эти... Доктор. Слухай, доктор. Сообщим, сообщим. Дядь Сереж. Дядь Сереж. Гляди к чему. Мухоморы что? Ну как что? Если мухоморы есть, значит других грибов набрать можно. С голоду не помрем. Грознов, да брось ты его. А? Григорий. Давай, ложись! Еква-карёк, рвануло, а? Ого. Надо же так, экологию испоганили. Мухоморы и те взрываются. А ну тихо! Всем лежать смирно! Никому не шевелиться! Здесь растяжки кругом. Григорий, простите. По-моему, я за что-то зацепился. Не шевелись, доктор. Всем лежать смирно! Не шевелись, доктор. Лучше не дыши. Зараз всех выведу. Потом за тобой вернусь. Идем за мной. След в след. Все понятно? Аккуратненько. Аккуратненько. Вот так. Пошли. Ну, ек, макарёк. Петров, замри! Не сдал вануло. Замри, говорю! Дядь Григорий, дядь Григорий, гляди чего? А ну назад, ты что там делаешь? Смотри, вот тут стояло. Можно расслабиться. Ага. Ну, что там? Провесло. И меня два раза. Я почувствовал. Я тоже. Надо доктора спасать. Ага. Я зараз. Будь моя воля, я бы его там и оставил. Это не человек, а три килограмма убытка. Сам на дно пойдет. И нас туда потащит. Чавку закрой. Чего? Последний раз, говорю. Не шевелись, доктор. Так, доктор. По моей команде будешь перевертываться на левый бок. А левую ногу сразу под себя. Стой. Сожми в колени. А правой вокруг своей оси. Только пушистенько и нежно. На ногу не смотри. Левую ногу под себя подтаскивай. Пусть так. Молодца, доктор. Развязывай шнурок. Ты вылазь из своего Прохоля. Простите, что? Шнурок, говорю. Развяжи. Стоп. Теперь возьмись за носок ботинка. Только крепко, спокойно, доктор. И вынимай ногу. Только так же пушистенько. Молодца, доктор. А теперь давай ровнехонько по моим следочкам. Шагай до хлопчиков. А как живы? Выполнять приказание. Едь отсюда, сказано. Да иди уже. Шагу в сторону не нет. Да. А ну, хлопчики, легли. КОНЕЦ Обувайся, доктор. Конечно. Вставайте, хлопчики. А то еще заболеете. Ну что, пошли. Хaros! Ха-хай! Ха-ху! А-ху-ху! Все. Перекур. Ну, это, а че курить-то? Курить-то нечего. Надо было. Удаляйся. У зеленых табачком рожиться. Тихо. Ты что творишь, пазан безрогий? Так, может, это грибник? Табачком бы угостил. Кто тебе сказал, что это грибник? Умри! Еще раз вякнешь — удавлю. Эй-эй-эй! Гибом меченый. Взять его! Тихо! Тихо! Тихо. Ты что, охренел, что ли, в натуре? Ты что-нибудь тихо делать умеешь? Я красноперого замочил. Шум был, придурок. Болить надо, быстро. Ну что, как вы, гражданин начальник? Голова дюжа болит. Нормально. Терпимо. Криш, ты ведь сапером был? Так точно. Инженерные войска. А как же на зоне оказался? Так. Небольшой урок интернационализма. Ну, я в тот день на дежурство заступил. А дня за три до того к нам молодых из учебки прислали. Ну, иду, смотрю. Отделение занимается строевой подготовкой. Только из десяти человек шестеро плац топчет. Подхожу. Подзываю младшего сержанта. Спрашиваю. Вольно. Вольно. Где остальные? В учебном корпусе. В учебном? Так точно. На теоретических политзанятиях. Продолжайте занятия. Есть. Думаешь, шо еще за политзанятия такие? Короче, долго я искал, где те политзанятия проходят. Захожу в казарму. Тумбочка пустая, дневального нет. Слышу голоса какие-то. А был в третьей роте такой сержант. Недоваров его фамилия. Так вот тот самый Недоваров построил молодых бойцов. Пусть так во фронт и говорит им приблизительно следующее. Куда вы пришли служить, Салабоны? Вы пришли служить в российскую армию. Чуете? Российскую. А как вы можете здесь служить, если вы сами чурки немытые? Слыхали? Россия только для русских. Там, откуда я приехал, говорили тоже Россия. Так ты хочешь сказать, что вы русские? Так точно. Ладно! А знаешь ты, Салабон, каким должен быть русский воин? Русский воин должен быть бесстрашным и несгибаемым. Зара сержант Рачков испытает вас на прочность. Он каждому из вас даст чушку. Если устоите на ногах, значит вы русские. А нет, так значит чурки и козлы. Отставить! Верно! Смотрю, прытий у этих русских поубавилось. Тогда я тоже встаю в строй вместе с молодыми. Так каким должен быть русский воин? Недоваров. Смелым и выносливым, я правильно понял? Ну, то зараз и меня испытаете? Че я русский, че нет? Да вы, товарищ капитан, вы сразу видно, вы русский. Какой же я русский? У меня отец с Киева, мать с Одессы. По-вашему, выходит, я чистокровный хохол? Да не, товарищ капитан, не будем мы вас испытывать. Ну, то зараз я вас испытаю, че вы русские, че нет. Ну, в общем, судя по их теории, какие-то они жидкие, хлипкие оказались. Не русские, одним словом. Ну, их потом в госпиталь, а меня сюда. Переезд, похоже. Расстрясли мы все-таки гражданина начальника. Дядь Сереж, я это место знаю. Тут километров в десяти деревня моя. Подожди ты. Ну, что, совсем хреново. Черт возьми. Голова болит. Ну, что еще? Грузовик. Ну, и что, что грузовик? Выйдем дорогу, тормозим машину, быстрее до больницы, доедем. Кто с тобой рядом тормозить будет, Йок-Макарек? Ты себя со стороны видишь? ЗК, Редькин, ДИ. Шестой отряд. Так тут, это, от переезда, на Примкиский километр будет, дом лесника. Он с моим отцом раньше дружил. Если дядя Миша в обход не пошел, можно будет у него одежонку какую-нибудь попросить. Да он и сам может гражданин начальника, в больницу. А я пока домой смотался, а, дядя Сережа. Да. Иди в дом. Ага. Эй, кто такие? Дядя Миш, держи. Дядя Миш, не бойся, это я. Слав, ты что ли? Я, дядя Миш. Давай. Да ты не думай, мы не беглые. Нас в город вели, а наш плод, он потонул, он гражданин начальника ранил. Привет, Вероник. Здрасте, Сергей, я не добрый. Вы уж извините нас. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Ложись! Ты что это, а? Лежи, говорю. Ты что ж делаешь, а? Ты на чем дрова собралась колоть? На железяке. Пустите. Ой, мне так неудобно. Железяка. То мина противотанковая. Так она ж учебная. Лет пять назад с полигона принес. Дрова на ней колоть в самый раз. Учебная. Учебная, учебная. Но мне все равно понравилось, как вы меня спасали. Александр Матросов, я к Макарею. Доктор, доктор. Плохо все, да? Что-то воздуха не хватает. Тихо, тихо, тихо. Ты скажи, доктор, помру я? Сейчас я сестре скажу, она придет, укол сделает. Вам полегче будет, сейчас. Подожди, подожди, доктор. Не уходи. Я сказать хочу, я... Да здесь я лежу. Мы никого не убивали. Ты уже скажи, я умру. Ты знать будешь. Мы под кумом ходили. Юрченков, это начальник кооперативной части. Не нравится ему, что зону специально для бывших офицеров открыли. Мы согласились для него, для него зону держать. А потом, когда балкально обломать не удалось, Юрченков пришел, пришел в санчасть и говорит, вы сами облажались, и я вам помогать не буду. И дело на вас уголовное заведут. А ему Курин тогда и говорит, а мы все хором будем говорить про все твои дела. А в это время ураган и ветер вдруг окно разбил, и стекло прямо охраннику в горло попало. И кровь. Он умирать начал. Курин помочь ему хотел, к нему пошел, а Юрченков испугался. Думал, он за автоматом стрелять начал и промазал. А Курин за автомат Юрченков испугался, бежал, кричит, все равно вам никто не поверит, не вера будет. И еще кричит, это я всем скажу, что вы охранника убили. А мы никого не убивали. И Курин нас собрал всех, говорит, охрань ты нам. И вот, говорит, автомат один есть, второй у другого целика возьмем. И еще заложников, чтобы легче с зоны отрываться было. Так что ты мужу скажи, и не собрались, и не убивали никого. Ладно, ты лежи, я сейчас сестре скажу, а она придет. И еще, ты за сына. Не обижайся на нас. Не было у нас строгого выхода. Приветствую вас, Галина Игоревна. Добрый день. Как самочувствие нашего пациента? Спасибо, Борис Михайлович, идет на поправку. Что ж, я очень рад. Вы позволите, я вас немного провожу. Ну, хочу посоветоваться. Вот думаю, как только наладится сообщение с городом, отправить вашего подопечного с первым же транспортом. Зачем? Ну, во-первых, городской изолятор, это не наша медсанчасть. Там гораздо больше возможностей для оказания медицинской помощи. А потом, его все равно придется этапировать в городскую тюрьму. Не думала, Борис Михайлович, что вы так заботитесь о здоровье осужденных. Вообще-то, я умею заботиться о близких мне людях. Ну, конечно. Особенно, если нужно отправить его куда-нибудь подальше, да? Простите, не понял? Что тут непонятного? Уедет пациент куда-нибудь в город, а лучше в область. Чужому следователю сложнее рассказать, кто спровоцировал захват заложников. Ах, вот оно что. Вот так, да? Ну и кто же спровоцировал захват? Хочу вас предупредить, Борис Михайлович, что если в отсутствии мужа с моим пациентом что-нибудь случится, не знаю, несчастный случай, или вовремя не оказанная медицинская помощь, или еще что-то, не дай вам Бог, будьте уверены, я найду способ доказать вашу причастность. Что-то не о том мы с вами разговариваем, Галина Игоревна. Ей Богу, не о том, Галочка. Вот заходили бы как-нибудь вечерком ко мне в мою холостяцкую берлогу на рюмку чая. Правда. Заходите, пока муж не вернулся. Да пошел ты. Знаешь куда. Боря, там это, связь с областью дали. А, э... Что? Я говорю, связь с областью дали. А это очень кстати, Гена. Да он что, рехнулся, что ли? В области черти что творится? В соседней с вами особо опасной три дня буза была. Жертвы есть, двенадцать человек в побеге. Так ведь у нас тоже ЧП, Степан Михайлович. Захват заложников, потеряли одного вохровца и трех осужденных. Да каким же хреном он думал, мать его? А я говорил ему, Степан Михайлович, я даже и рапорт написал. Ну ладно, ладно, вернется, я ему покажу этап. Понял меня? Удачи. Всего доброго, Степан Михайлович. Сволочь. А что? Что случилось-то, Борь? В соседней особо опасной зоне побег массовый. Московская прокуратура следователей к ним своих засылает. Ему, видать, хвост накрутили, вот он и трясется, сука. Короче, намекнул мне Гена, чтобы я волну пока не поднимал. А что там? Может, сразу в Москву позвонить? В Москву? Мимо области. Ты что, спятил Гена? Для того, чтобы Москву беспокоить, оснований мало. Да и с областью ссориться мне Ген, это уже не резон. А что... А что же делать? Ничего. Не переживай. Что-нибудь придумаем. Голову только осторожней. Гриша, остаешься за старшего. Мы быстро до поселка и обратно. Все будет нормально. Дядь Сереж! Дядь Сереж! Можно, пока вы в поселок ездите? Я быстро к своим кольцовку смотаюсь. Подожди, Слава. Дядь Сереж! Вернусь и решим. Подожди. Поехали. Гриша, возьмите. Спасибо. Вероник, ты не знаешь, как там дела в кольцовке? Как там мои? Нет, не знаю. Я в Ураган в Огненске была. Не знаю. Ну? И на кого же я похож? А? Чума с прискоком. Ковыряй с братом. Нормалек. Обычные сельские крестьяне. Ёк-макарёк. Благодарствую. Нет, нет, нет. Извините. Все палаты забиты. Видишь, что творится. Так что придется тебя в коридоре лежать. Я не гордый. Бывало похуже. Главное, ногу не сломал. Валяться долго не придется. Что будем делать на роли? Я думал, Сергей. Продолжить этап нельзя. Без Ковнува и вы вне закона. Что делать? Допустим, больницу меня доставил не ты. А кто? Михаил Ильич, лесник. Слушай, не перебивай. Мы расстались в лесу. Я назначил тебя старшему группе. В данных обстоятельствах я приказал вернуться в колонию и передал сопровожденные документы. И вы пошли назад. Но у вас нет ни компаса, ни карты. Дороги разбитые. Везде заторы, завалы. Вы можете сбиться с пути. Заблудиться. Понимаешь? Понимаю. Через четыре дня мы вернемся на роли. Через три. Через три дня. На вечернюю поверку. Не позже. Если хоть кто-то из вас не вернется, значит, побег. Значит, я буду отвечать. Мы вернемся на роли. Мы все вернемся. Слово даю. Придете в Огненск. Иди в гостиницкий «Голос». Там всегда останавливаются те, кто приезжает на свидание. В гостинице наверняка знают, что случилось с автобусом. Где можно найти ваших родственников. Врача сюда. Я двоих привезла. Принимайте скорее. Так, в траву. Быстро. Все, можем ехать. А как гражданин начальник? Сотрясение мозга. Нога, слава богу, цела. Сильный ушиб. И что же нам теперь делать? Вернемся в старушку. Я все расскажу. А где Михаил Ильич? Михаил Ильич, а он отошел за сигаретами. Здравия желаю. Здравствуйте. Лейтенант Ворошилов. Ваша машина? Нет, не наша. Ага, документики попрошу. Видите ли, мы оставили их дома. А дом где? Далеко. Что ж вы в такое время без документов? В отделение придется пройти. Видите ли, мы ждем... Для выяснения личности. Себе мы ждем. Федя, куда ты их? Здорово, Михаил Ильич. Здорово, здорово. Ты чего, гостей-то моих забираешь? Чего, гости твои, что ли? А то. Это же свояк, Коль Лопаткина. Они с другом по охоте приехали, а тут такие дела. Ну да. А что, сразу не сказали? Да мы пытались сказать. Мы за продуктами, сигаретами. Прощения просим, ошибочка вышла. Документы в следующий раз с собой носите. Хорошо. Эй! Николаю привет передавай. Николаеву? Ну? Ну, конечно, передам. Угу. Извините, я… Поехали. Спасибо. Да. Осторожнее, осторожнее. Товарищ полковник, товарищ полковник, здравия желаю. Ивочекин? Товарищ полковник, вы живы? Идемте, идемте, больной. Да сейчас это мой командир, я думал, они все погибли. Идемте в кровать, у вас постельный режим. Да сейчас я уже, товарищ полковник, а? Где все остальные? Я приказал им вернуться в колонию. Значит, они не утонули? А, нет, Ивочекинь, меня видите, товарищ полковник, у меня руками, меня ранили, я в лесу на беглых зэков нарвался, я, сейчас, я уже иду, сейчас. Я вам потом все расскажу. Я сейчас врача позову. Товарищ полковник, вы сейчас, вы лежите, отдыхайте, я вас потом еще навещу, ладно? И все, уже хватит. Телефон тут есть? Да, но связь все время отключается. Сестра, мне позвонить очень надо. Больным вообще у нас не разрешается разговаривать. Сестра, вы понимаете, тут такая история. Ну почему же, сержант, вы все правильно сделали. Спасибо за звонок. Лечитесь, выздоравливайте. Завтра попытаюсь выслать за вами машину в Золотой Яр. А все-таки везучий я человек Гена. Будешь? Верил бы в Бога, перекрестился бы. Честное слово. Что случилось-то? Боря, ну что? Вот теперь, Гена, можно хоть в область звонить, хоть куда. Так что там, ё-моё? Ну? Ну чего? Хозяин наш Гена, товарищ полковник. В госпитале лежит. И сержант с конвоя с ним же. Они через речку на плоту переправлялись. Но неудачно. Сержант добился разрешения в часть позвонить. А Заке где этап? А этап у Гена. Наш портяночник приказал на зону своим ходом топать. Ну? И чего? Ты что, Гена, не соображаешь, как это дело повернуть можно? Это же побег. Массовый побег, Гена. Дым на солнце облаком Падает больным Заслонили чёрное Горы серебра Проезжаю сбоку я Мёртвым и живым Рвусь дорогой спорною В сторону добра Потихоньку волоком Курим, говорим Ценим это тонкое Время до утра Жизнь ворчит, а мается Тонет и хрипит На вершины нервная Выползла заря Тишина сломается Громко закричит Думаю, что первая Пуля не моя Время не раскается Память промолчит Жизнь течёт Примерная Но только не моя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Куда рулим, папаша? Паскалёва. Сельмак. Хлеб везу. Свежий. Так нам по пути. Садись за баранку, папаш. Ключик. Ключик оставь. Он нам не понадобится. Хорошо. Пошёл. Весельный, папаша. Кого ждём? Маш, куда ты две коробки гречки делаешь? Мам, ну они здесь были. Ладно, иди. Сама найду. У нас переучёт. Это я. Борь, ты что ли? Я. Чё пришёл? Сейчас. Мам, ну чё там у тебя? Раз. Ну что ты там всё роняешь-то? Айка! Не стреляйте! Не стреляйте! Голочёвка. Зефир. Автомат конвоира. Картошечка. О, картошечка. Спасибо. И робы свои мы у вас оставим. Если возражаете Михаил Ильичу. Мне что? В чулан брошь пусть лежит. Есть. Не просит. За три дня обернёмся, как вы думаете? Обернётесь. В городе, даст Бог, не задержитесь, так ещё раньше поспеете. Только назад через речку вам бродовать и надо. Я вот тут что-то вроде карты нарисовал. Вот колония, вот мост разрушенный, а вот брод. Через него вам до места километра три. Ясно. А сейчас надо напрямик на железную дорогу, там другая ветка. Дизель четыре раза в день смену на химкомбинат возят. А если её разрушила? Нет. Вероника на нём позавчера приехала. А вот и каша. Каша. Радость наша. Ваша, а не наша. Я бы вас проводил, но мне к десяти на другой конец участка надо. Лес горит, пал близко подходит, надо меры принять. Бать, давай я провожу. Чай поставь, ехать надо. Так воды нету. Принеси. Я помогу? Спасибо. Дядь Сергей, а можно я пока к себе в кольцовку смотаюсь? А к вашему приходу вернусь. А успеешь? Успею. Лады. Договорились. Понимаете, так всё сразу не объяснить. Тут и профессиональное чутьё, интуиция. Они всё-таки… Извините, у нас тут дверь в другую сторону открывается. Извините. А вы знаете, мне очень приятно, что я не знаю. Приятно, что вы мне помогаете. Интуиция. Значит так, прямой дороги в город нет, она разрушена. Уцелела дорога на Новосамарина. От Новосамарина вернётесь к реке через переезд, вот в этом месте. Понятно. Я связывался со штабом МЧС, автомобильный мост не пострадал. Ну, от автомобильного моста до Огненска 70 километров. До Золотого Яра 35. Крюк, конечно, немалый, но другого пути нет. Угу. Думаю, часам к пяти будете на месте. Вот так. Теперь вопросы. А если товарищ полковник будет нетранспортабелен? В каком это смысле? Ну, мало ли, всё-таки сотрясение мозга… Значит, поедете назад чуть медленнее. Твой товарищ полковник – главный подозреваемый в организации массового побега осужденных. И, следовательно, социально опасен для общества. Санкцию на арест дала местная прокуратура. А завтра из Москвы приезжает комиссия. Я думаю, следователи захотят задать пару-тройку вопросов. Так что, товарищ полковник и сержант Ивочкин должны быть здесь. Вот так. Что тебе ещё не ясно? Вы сказали, что осужденные постараются встретиться с родственниками. Я этого не говорил. Я сказал, возможно, будут искать встречи. Ты бы на их месте захотел узнать, живы твои близкие или нет? Пожалуй, да. Вот и я так думаю. Будем надеяться, что осужденные думают так же, как и мы. Будете брать их на живца. Да, не забудьте, они могут быть вооружены. В случае оказания сопротивления. Понятно? Угу. Вот так. Так в чём заключался вопрос? Вы на него уже ответили. Славка, да ты чего? Неужто сбежал? Не, башка. Отпустили на пару дней. А узнать, как вы тут и чего? Вас ураганом-то не сильно покалечило? Славка, милый ты мой, сукин сын ты мой ненаглядный. Слышь, бабушка, ну так как? Да, покалечила, покалечила. Мукомольный завод разворотила. Четыре избы в щепке. Тоня Милютина погибла. Кружилиха. Ой, Славка. А Лида? Чё Лида? Лида? Да цела твоя Лида. Чё ей сделается-то? Чё им сделается-то с Аяпиным? Им как чёрт дорогу мастит. Зараз вот как с гуся вода. Ну зачем ты так, бабушка? Ну а сейчас она где? У себя? В бригадирно-мукомольный завод. Послал всех баб, и она там. Баашка. Чё? Ну ты б сходила, а? Куда? На мукомольный. Мне повидаться с ней, а? Ну мне через пару дней просто обратно в зону. Ну я же ещё своё не досидел. Просто по деревне. Ну неохота. Сходила бы, а? Да. Никак сбежал. Ну здравствуй. Хочу лайф. Угу. Как самочувствие? Хорошо. Рана как? Сильно болит? Нет. Ну молодец. Значит выздоравливаешь. Угу. Так и надо, Хочу лайф. Ну выздоравливай. Да, кстати. Новость слышал? Нет. Хозяин-то наш, гражданин начальник. Под следствием обвиняется в организации массового побега осужденных. Комиссия из Москвы приезжает. Следаки из военной прокуратуры. Так что на этап вместе с гражданином начальником пойдёшь. Ну выздоравливай. Опять ты промахнулся. Хочу лайф. Опять не на ту масть поставил. Какую масть? А кто тебя заставлял Куреня слушать, а? Зачем против меня пошёл? Я же ведь говорил и тебе, и ему, что со мной дружить надо. И тогда всё будет хорошо. А вот ссориться со мной накладно. Курень теперь на небесах с архангелами разговаривает. Так что тебе одному за всех пыхтеть придётся. На полную катушку. Как ты считаешь, справедливо это? Нет, не справедливо. Вот и я говорю, что нет. Мог бы я, конечно, тебе помочь. Так ведь ты опять на меня рогом прёшь. А кто копнул докторше, что это я спровоцировал Куреня? Поганку замутить, а? Что ты ей ещё сказал? Решил на хозяина поставить, да? Прокурора с судёй на слезу взять, да? Опять ты промахнулся, Хочу лайф. Хозяин твой без пяти минут такой же урка, как и ты. Начальник, ты извини меня, начальник. А ты знаешь, Хочулаев, я-то не злопамятный. Я-то тебя прощаю. Жалко тебя, дурака. Только ведь ты опять меня подведёшь. Обязательно попытаешься сдать меня следакам московским. Я, начальник, нет-нет, клянусь тебе, нет, клянусь. Ладно, поверю тебе ещё раз, но гляди, если что не так, сам на себя потом обижайся. Значит так, я тебе помогу. Трупы и заложников всё на Курине спишем. Ему теперь всё равно. Скажешь, он тебя запугал. Понял? И так далее. Ну, а я твои слова наследствию подтвержу, не сомневайся. Но то, что докторше сказал, забудь. Скажи, что она жена хозяина, и ты боялся, что тебя в больничке залечат. Понял? Теперь так. Скажешь, что это не я, а хозяин просил Курине зону держать. Да, да. А как только накладка вышла, он решил от Курине избавиться. Ну, чтобы не запятнать честь мундира. Понимаешь меня? Да, да, честь мундира не запятна. Как это? Так, ладно. Я тебе твои показания на бумаге напишу, понял? Принесу ближе к вечеру, и что выучил у меня всё до запятой. Понятно? Я выучу, я... Гляди у меня, шаг в сторону, расстрел. Больше на моё прощение не рассчитывай. Эй, начальник, я клянусь тебе, я клянусь тебе, я всё выучу, что ты скажешь. Клянусь тебе. Вот так вот. Спасибо, начальник. Ну, выздоравливай. Хачулаев. Вкусно? Вкусно? Это ничего, что ты с нами уехала? Отец волноваться не будет? Да и нет, он только к завтрашнему дню домой приедет. А я хоть в городе к подружке зайду. Знаете, мой отец запрещал нам с сестрой читать на ночь. Он считал, что это портит зрение. А когда у него было дежурство, мы забирались в постель даже раньше срока и читали, сколько хотели. Потому что знали, что отца сегодня не будет дома. Нам казалось это счастье, когда его нет. Глупые дети. Неужели с ним действительно что-то случилось? Не скули ты без тебя, тошмой, ёк-макарёк. Сергей Александрович, беда. В чём дело? В соседнем вагоне ОМОН. Проверка документов. Всё в порядке, пожалуйста. Ваши документы. Со мной. Назад. Ещё до города остановки будут? Нет, только на депо. Но если путейцев не будет, то поезд не остановится. Депо скоро. Надо посмотреть. Посмотри. Всё. Вляпались. Шо ты всё время каркаешь? Чё ты там заедаешься, ёк-макарёк? Ты поди объясни этим бугаям, что мы возвращаемся в зону. Заблудились. А сейчас едем на дизеле, который идёт в город совсем в другую сторону. Побег это называется, ты понял? Побег, ёк-макарёк. Оставь разговор. Вероника. Подъезжаем, но там, там нет никого. Ты не с нами, поняла? Ты нас не знаешь, поняла? Не с нами. Вероника, ты не с нами, поняла? Ну что, командир? Тормозим. Слушай мою команду. Со мной быстро, но не бегом. Ага. Со мной. Понимаешь, а нам сказали, что автобус с родственниками перевернулся, были жертвы. Куда там? Они даже из гостиницы выехать не успели, когда всё это началось. Зато теперь они у меня, во, отдельная головная боль. Потому что каждый божий день они у меня в приёмный изолятор требуют транспорт для транспортировки в колонию. Я им говорю, человеческим языком, в области чрезвычайной ситуации, каждый транспорт на единице на счету. Ага. Не понимаю. Хорошо, что ты приехал. Теперь сам будешь ими заниматься. Оставшись без конвоя, группа этапируемых осужденных предположительно совершила побег. Что значит предположительно? Предположительно значит, что вина их будет установлена следствием после их задержания. Понятно? И ваш долг, и обязанность заключается в том, чтобы оказывать нам содействие в их задержании. До появления осужденных здесь или до задержания их в каком-либо другом месте, вы все должны оставаться в гостинице. На входе и этажах гостиницы будут находиться наши люди и сотрудники правоохранительных органов. Я от лица администрации колонии прошу вас отнестись к сложившемуся положению дел в понимании. От вашего поведения будет зависеть дальнейшая судьба осужденных. Потому что в случае оказания сопротивления со стороны ваших близких я имею право открывать огонь на поражение. Папа Лен, письмо от него пришло, да? Письмо? Да не письмо. Ну а что? Ну скажи. Сейчас увидишь. Славка. Господи, ты вернулся. Вот мы и пришли. Это наш парк культуры. А что так все запущено-то, а? Зато нет никого. Здесь самой перестройки все в таком виде. У города, как всегда, денег нет. Но бомжи тут иногда ночуют. Или ребята с пивом. Ну, значит, мы тоже сегодня здесь заночуем. Проводим тебя до автобуса. А завтра произведем разведку. Далеко отсюда, до гостиницы. Остановок шесть на автобусе. Так, а что тянуть кота за хвост, ёк-макарёк? Надо прямо теперь идти. Нельзя нам теперь. Дело к вечеру. Наверняка на улице патрулей полно. А я б теперь пошел. Ты шо, на дизеле не накатался? А я говорю, я теперь пошел бы. Ну и пойдут. Отставить. Никто никуда не пойдет. Ждем, до завтра. Все. О, молочко еще. Ребята, так вы чё? Вы ж ничего не съели. Я готовила, готовила. Славка. Ну, едим, едим. Спасибо, Башка. Очень вкусно. Ой, ну ладно. Ну, коли не хотите есть, идите спать. Я вам сарайки постелила. Я вам сарайки постелила. Я вам сарайка. Я вам сарайка. Я вам сарайка. Нет, это шо. Не хочу... ... КОНЕЦ Подожди, Лид, а как же ты тут, а? Братья твои тебе не хватятся. Нет, нет, не в доме отношу. Всех мужиков на пожар бросили. Подожди, мне ведь завтрак обеда уйти надо будет. Куда? Назад, в сон. Как? Меня ведь только на время освободили. Узнать, как вы тут живы или здоровы. Может, помощь нужна? Да ты не расстраивайся, мне ж меньше года осталось. Весна, лето, а к осени совсем приду. Соберу тебя и уедем куда-нибудь. Куда мы уедем-то? А куда хочешь? Все равно нам братья твои здесь жизни не дадут. Они нам нигде жизни не дадут. Ведь разы ищут, Слав. Ничего, это они здесь короли. А в другом месте на них управу найду. Мы с тобой женаты. И штамм в паспорте есть. Лидка. Какая-то у меня красивая. Нет, правда, даже страшно. Каточка. Ух, подожди. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Долго спите! Подъем! Откуда транспорт-то? У подружки одолжила. На машине-то лучше, чем на ногах или на автобусе. Гриша, вы мне не поможете? Ну, давай. Доброе утро. Завтрак! Кушать подано! Пирожки! Между прочим, сама всю ночь пекла. Эй! Здрасте. Угощайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Ручки! Спасибо. На здоровье. Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города Поповск. Передаем оперативную службу. А чего же вы, Гриш, с собой не взяли? Так лучше. Григорий человек серьезный. И на здоровье не жалуются. Ага, подъезжаем. Через перекресток как раз будет гостиница «Колос». Вероника, дай, пожалуйста. А? Сделаем так. Сбросишь скорость и проезжай мимо, не останавливайся. Хорошо. Поглядим сперва, что там и как. Что там и как. Гражданечка, войдите, пожалуйста, к помещению. Я сейчас докурю и пойду. Нет, сейчас пойду. Останови, пожалуйста. Опять дождик пошел. Быстро погода меняется. А у вас что-то случилось? Видела, женщина курила перед входом. Нет, я на дорогу смотрела. А что? Это моя жена. Значит, они живы? Ну, Тамара, во всяком случае, жива. Вернемся? Нет. Точнее... Слушай, Вероника, у меня к тебе просьба. Пойдешь сейчас в гостиницу, спросишь у администратора, не останавливался ли случайно три дня назад. Не знаю, назови любую фамилию, имя. Короче, когда я тебе скажу, что у них такой не проживает, ты попроси проверить, внимательно еще раз, скажи, что хочешь самоубедиться и требуй регистрационный журнал. Твоя задача подсмотреть, в каком номере остановилась Федотова Тамара Викторовна. Запомнила? Федотова Тамара Викторовна. Угу. Э-э-э, стой! Ты куда? Как куда? В двенадцатый администратор сказал, там надо эти, лампочки заменить. Какие лампочки? Какие? Электрические, вот такие. Тихо, 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 вот такие пироги. Вот так. Да. Иду. Серёжа. Тихо, тихо, тихо. Вот такие пироги. А нам сказали, будто вы из зоны бежали. Да? А нам сказали, будто бы ваш автобус перевернулся и что кто-то из вас погиб. Да нет, все живы, слава Богу. Вот и мы Бог даст, послезавтра на зону вернёмся. Это… Зачем? Давай, давай, давай. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, теперь все в сборе? Все. Как там в коридоре, тихо? Да тихо. А что случилось-то? Граждане товарищи, все вопросы, объяснения и прочее по дороге. Ваша задача сейчас тихо и быстро идти за мной следом. Угу. В двух кварталах отсюда нас ждёт транспорт. Всё понятно? Да-да-да. Да, понятно. Понятно. Тогда пошли. Пойдёмте. Пост первый. Пост первый. Первый пост, ответьте. Подождите. Пост первый. Пост первый. Ответьте центральному. Первый пост. Ты меня слышишь? Я слушаю, центральный. Ты куда подевался? Уснул там, что ли? Да нет. Немного. Я тебе дам немного. Ты что себе позволяешь? Виноват. Виноват. У тебя там всё в порядке? Да-да, всё-всё-всё-всё в порядке. Первый. Первый. Нет-нет, всё-всё нормально. Всё тихо, всё тихо. В следующий раз сразу отвечай. Как? Отбой. Давайте. К лестнице направо. Осторожно. Давай. Давай. Давайте. Побыстрее, побыстрее. Так. Спасибо. Хорошо. Давайте. Через двор направо. Ждите меня на улице. Где-где, простите? На улице. Ага, ага. Я сейчас. Сережа. Давайте, 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 давайте. Идем, идем, идем. Идемте, идемте. Быстрее. Не держи зла, брат, ладно? Спасибо. Потом стремянку на втором этаже не забудь забрать, ладно? Ладно? Все-таки обижаешься. Угу. Ну, извини. Идемте. 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 Здравствуй. Ну, я, наверное, мне уже можно ехать. И машину надо отдать. На дизель попробовать. Успеть вечером. Дома буду. Да, Вероника, спасибо, ты. Отцу передай, привет, скажи, что на обратном пути мы зайдем. Угу. Дорогу-то помните? Помню, спасибо. Ну, тогда, до свидания. До свидания. Вам все в порядке? Что не болит? Ну, как ты тут похудел? Питаешься-то, а? Папа, папа, ну… Держи. Я же не маленький. Немного人, а я духоманakan. Kindness. Существ is столов. Я столько много думала, пока я ехала сюда. Вот теперь не знаю, с чего начать. Знаешь, я хотела от тебя уйти. Навсегда. Я еще молодая, а у тебя все время командировки, командировки, командировки. Да, я не могла с тобой ездить, потому что знала заранее, что я этого не выдержу. А Сашке, Сашке нужна нормальная школа, нормальные учителя, а кругом война. Неужели ты этого не понимаешь? Понимаю. Ну ты же знала, за кого выходишь. Я тоже не учитель ботаники. Если мне дают приказ, я должен его выполнять, даже если с ним не согласен. А печать в паспорте не заменяет живого человека. Ну, знаешь, Тамара, я не возражал против развода. Знаешь, мне тоже казалось сначала, что я смогу без тебя прожить. Вот, как оказалось. Назови это как угодно. Привычка. Привязанность. Любовь. Но я не могу без тебя. Я раньше не умела. А теперь, теперь я научилась ждать. Знаешь, Сережа, если ты сможешь меня простить, если я научилась ждать. Я... Давай начнем все сначала. Так что же, Ивочкин, что же все-таки будем делать с утратой вами оружия? Так ведь, товарищ полковник уже сказал, что автомат остался у зэков. Первое, Ивочкин. Асланбеков такой же подозреваемый, как и вы. Второе. Тот факт, что веренное вам оружие оказалось в руках у осужденных, это вовсе не оправдание, а скорее наоборот. Я получил телефонограмму из местного ОВД. Группа вооруженных преступников совершила ряд разбойных нападений. Меня даже просили выслать фотографии преступников по факсу. Они бомбят магазины, Ивочкин, людей убивают. И не исключено, что делают они это при помощи вашего автомата. Товарищ подполковник! Не товарищ! А гражданин? Гражданин подполковник. Вот так. А в-третьих, сержант, вы знаете, что вам грозит за утерю оружия? В лучшем случае дизбат, а в худшем? Ну так что же все-таки будем делать? Не знаю. Товарищ! Гражданин подполковник. У меня дембель осенью. Я знаю. Знаю. Мама дома ждет. В институте восстановиться хочется. Так? Так. Там ведь как получилось? Когда плод развалился, я в воду упал. Так. По приказу товарища полковника, я стоял в шестом. Угу. Ну и чтобы автомат не мешался, я его снял с плеча, да и... Минуту. А может быть, Асланбеков все это заранее спланировал? А, Ивочкин? Что спланировал? Ну, это происшествие, как вы сами выразили, с плотом. Они ведь с осужденным Федотовым, как выяснилось, друзьями были. Служили когда-то вместе. Вы вспомните, Ивочкина. Может быть, они о чем-нибудь разговаривали? Ну, что-нибудь вроде того, что Асланбеков обещал организовать своему приятелю побег. Нет. Нет, ничего такого я не слышал. А вы вспомните, Ивочкин. Вспомните. Может быть, тогда и с автоматом проще будет разобраться. Люди ведь на то и люди, чтобы уметь договариваться. Сережа, напиши ему. Он очень скучает без тебя. Извини. Все. Все. Пять минут и выходим. Пять минут и выходим. Еще есть пять минут. Лид, привет передай. Хорошо. Сережа, у меня только ручка, бумаги нет. У тебя тут что-то нарисовано. Тебе не нужно? Это так, карта. Я ее наизусть помню. А напиши ему, что... Подожди. Подожди. Вот что ты деньги тратишь, пап. Теплые носки никогда не помешают. Ну, папа, ну... Держи. Это я его садика сфотографировала. Когда шли в ателье, зашли, я его там и сфотографировала. Ну, чего ты? Ну, что это в самом деле? Ну... Ну, блин. Держись, маленький, держись. Все поняла, Рашют? Точно поняла? Я поняла, не очень ученого. Не беспокойтесь. За матерью смотрел. Ну, дела? Ты что? Извини, я на секундочку. Ты что, брата? Серега! Слушай, Серега, извините. Ты не видел, куда Вероника подевалась? Не знаю, уехала. Ей надо было машину подруге дать. Подожди, Гриша. Серега, хочу успеть сыну пару строкчиков. Извините, прости, а? Алена, ну что, Алена, где твой арестант? Что надо? Показывай, давай. Какой арестант? Нету никакого арестанта у меня. Не включай. Сейчас Людку Дроздову встретили с Иванихой. И сказал, что всю ночь он душевался, твой арестант. Ничего нету. Давай по-хорошему твой арестанта. Идите с Богом отсюда. Давай сейчас в дом пойдем. Славик, Славик, беги. Да вон он, заяц косорылый. Пошли. Стой, собака. Блин. Эх ты, сука. Ты не бойся. Моголовник. Давай его мочи. Фашисты, вы проклятые. Ой, Славочка Слава, поднимай, тащи его. Я отсодрал совсем! Изверги, фашисты! Вор должен сидеть в тюрьме! Зараза! Фашисты, проклятые! Какой курятник, бабка? То есть, как это сбежали? А ты куда глядел, капитан? Всех найти, слышишь? Найти всех немедленно! Значит, так, найдешь родственников, тряси их, душу из них вынь, но узнай, куда делись отсуждены. Если не найдешь пеняй на себя, можешь назад, тогда больше не возвращаться, слышишь меня? Ты знаешь, что они, суки, делают? Они магазины грабят, они людей убивают! Мне милицию тут все телефоны оборвала, слышишь? Так, живыми можешь не брать, понимаешь? Стреляй их все до одного, как собак бешеных, слышишь меня? Это приказ! Всех в расход, всех! Об исполнении доложите, понятно? Вот так. Дым на солнце облаком падает больным. Заслонили черные горы серебра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На вершины нервная Выползла заря Тишина сломается Громко закричит Думаю, что первая Пуля не моя Время не раскается Память промолчит Жизнь течет примерная Но только не моя Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Котик, ты где? Хотелось бы все же знать, где моя бритва Куда подевалась моя бритва? А, котечка? Котенька! Я тебе ее уже положила в косметичку Вместе с одеколоном Умница ты моя! Только не клади мне в ту цветастую косметичку Я же все же не девушка Вот умница Умница Приезжайте, Ленинград А, ну теперь все понятно Что тебе, котенька, понятно? Ясно, зачем ты едешь в эту командировку Я не понял А что это такое? Это... Это ребята Это Нурали, это Федот А то я А это? Это Галя Галя? Галя Это, это та Галя, которой ты в Питер ездил свататься, да? Да не сватался я Не сватался Чего ты взяла? Мы тогда все молодые были Мы все за ней ухаживали Все Понятно Старые чувства заговорили Ну какие старые чувства? Почти 20 лет прошло О чем ты? Котик У Нурали Большие неприятности А зачем ты ее В фотографию с собой берешь? А почему ты ее От меня в чемодан спрятал? Понятно Значит, у Нурали Неприятности А ты тут, как тут Котик Не прятал я А просто положил Это память, пойми Хорошенькая память Стройная Ей тогда 20 лет было А сейчас все 40 У нее двое детей Котечка Двое детей Тогда возьми телефон Позвони на службу И скажи, что ты никуда не едешь Ты о чем сейчас говоришь? Я же председатель комиссии Как я могу не ехать? У меня приказ Котик Как ты себе это представляешь? Я не знаю как Откажись и все На Да Что значит задерживаюсь? Да мне начхать на твои пробки Значит, на час надо было раньше выезжать Летчики тебя что? Персонально ждать будут? Значит так Делаю тебе замечание Если Через 10 минут Ты не будешь стоять у подъезда Как штык Я с тобой по-другому разговаривать буду Все Все Значит едешь Котик Котечка Тогда домой можешь вообще не возвращаться Котик 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 Под ноги гляди. Спасибо. Спасибо, да. Дома что-нибудь не так. Дома все в порядке. Спасибо. Просто повидал отца. Знаете, он очень сдал после смерти матери. Когда меня судили, он был мужчина. Теперь старик. Совсем седой. Знаете, когда у матери обнаружили рак, и сказали, что метастазы пошли в позвоночник, я не стал об этом никому рассказывать. Ни матери, ни отцу, ни сестре. Я только боялся, что у нее начнутся сильные боли, а она сама во всем догадается. Нужен был морфий. А где его взять? Наш участковый только махал на меня руками. Теперь такая борьба с наркоманией. Он боялся потерять работу. Я писал заявление на имя начальника нашей клиники. Но он оказался антисемитом, отказал, не объясняя причин. А мама уже не спала ночью, у нее начались боли. Что бы вы сделали на моем месте? Того, что в нашей стране нельзя купить, то всегда можно украсть. К тому же у меня был ключ от шкафа, где хранился морфий. Я брал оттуда по две-три ампулы в день. Петенька, это ты? Маме я сказал, что это не морфий, а новое лекарство от язвы желудка. Когда я уколол ее морфием, ей тут же полегчало. Я сказал ей, что через месяц она будет абсолютно здорова. Мама радовалась тогда. А что это за лекарство? Это совсем новое лекарство. Да? А может, ты мне сделаешь и бралгин тоже? Не надо вам, правда. Сейчас будет значительно лучше. Пришел отец. Ой, немочка. Она сказала ему, что скоро будет здорова, что я принес ей чудесное лекарство. Очень хорошее лекарство. Я давно так хорошо себя не чувствовала. Ну? У тебя круги под глазами. Ты ел? Мам, ну правда, все хорошо. Ой, я забыла. У нас давно не было гостей. Когда я поправлюсь, мы позовем гостей. Ну, конечно. Я поправлюсь. Конечно, обязательно. Она предложила, когда поправится, через месяц пригласить гостей. Моя мама замечательно готовила. Гости действительно пришли, но гораздо раньше. Через две недели. Только сначала они завернули на кладбище, а потом уже поехали на повинке. Хорошо, что мама не видела, как меня арестовывают. Погодка сегодня. Продолжение следует. Когда они обнаружили пропажу наркотиков, они явились за мной прямо на кладбище. Как будто бы нельзя было немножечко подождать. Знаете, когда я облегчал маме страдания в ее последние дни, я совершенно не думал об отце. Смерть мамы для него была достаточно уже этого удара. Теперь он часто болеет, и все из-за меня. Он каждый месяц высылает мне посылку, и в каждой посылке шерстяные носки, даже летом. Он почему-то решил, что в колонии всегда должно быть холодно. Эй! Что? Да стекла побиты! Михаил Ильич! Михаил Ильич! Пропустите! Пропустите! Матькин! Михаил Ильич! Доктор! Да! Ну? Ну что? Что ж тут случилось-то, а? А Вероника, ну, ты же сказала, она домой собиралась. Гриша, здесь она! Где? Пропустите! Пропустите меня! Ну что там, доктор? Есть! Есть пульс! Сергею нужна теплая вода! Давай! Что вы смотрите? Поищите кто-нибудь аптечку! Аптечку? Доктор, я зараз еще воды принесу. Дальше-то что? Они хотели отобрать машину, и у них было оружие. Тихо-тихо-тихо. И один из них начал стрелять. Отец побежал в дувс за горбином и сказал мне, чтобы я в стола спряталась за чердаке. Все-все-все. Я поднялась наверх, взяла в дувку, а когда спустилась вниз, вот, хоть лежал. Вероника, а Слава, он должен был нас ждать. Он был здесь? Не знаю, Славка, не приходил. Все, все, не надо больше разговаривать. Сергей, можно? На два слова. Вот и вода. Пуля надо извлекать. Возможно, зайдет легкая. А одним словом, ее надо срочно отправить в больницу. Какую больницу, доктор? Ты что, охренел, Йоко-макарек? Доктор! Вероника, потерпи, потерпи. Если мы ее в больницу полуакем, мы на зону не успеем. Тебя никто не спрашивает. Да я... Скажи ему! Подожди. Здесь, поблизости, есть кто-нибудь, кто мог бы отвезти тебя в больницу? Гед, разве в кольцовкой кто? Значит, на руках нести надо. Что? На каких руках? Вы что тут? Все сглузда посрежяли, Йок-макарек? Хоть это больно, чтобы вам еще по три года за побег припаяли? Достал ты меня, я тебе сейчас, ей-богу, башку заразу снизу! Чего? Она с пробы, Йоко! Чапку закрываю! Отставитесь, пожалуйста, Йоко-макарек! Тихо! Тихо вам! У отца в сарае ботацикл с коляской. Я сапа доберусь. Я отвезу. Слышишь, Вероника? Гриша! Что? Сейчас. Гриша, нам надо всем вернуться. Понимаешь, всем. А я чего говорю тебе? Помолчи! Хорошо, давай сделаем так. Доберемся до деревни и попрось бы кого-нибудь, а? Я отвезу и вернусь. Доктор говорит, в больницу надо срочно. Я понимаю, Гриша. Я тебе все сказал! Ладно! Ладно! Только сюда не возвращайся. Мы пойдем в деревню за Славкой. Будем ждать тебя там. Только постарайся обернуться как можно скорее. Лады? Добрый день! Шутый! Так, это все, что у них изъяли? Все. Товарищ капитан, они там типа шумят. Грозят спалять прокуратуру за то, что мы их незаконно задержали. И вот обыск, между прочим, тоже делаем незаконно, без санкции. А ты им расскажи, что они являются пособниками, сбежавших из мест заключения преступников. А они говорят, что никого не встречали. Так просто, погулять уже. А перед прогулкой отключили сотрудника правоохранительных органов, да? Еще электрика связали в гостинице. Значит, делаем так. Ты все это барахло им верни. Извинись. Скажи, чтобы произошло недоразумение. Что? Отпусти их с Богом. Товарищ капитан, а как же... Делай, как я говорю. А будут шуметь, припугни. А мне сейчас телефон нужен. Я своему начальству должен отзвониться. Так он теперь где? В больнице? Дед. Участковый наш по району подается. Милиция на замке. Он у Саяпина в подвале сидит. Они ж звери. Чистые звери. Славку измордовали. Лидку в доме заперли. Ладно, мы так поступим. Сейчас покажешь дом этих Саяпиных. Саяпиных. Мы Славка твоего заберем и двинем к мосту железнодорожному. Наш приятель дочку лесника в больницу повез. Когда он вернется, скажи ему, чтобы он туда ехал. В деревне, пожалуй, нам не с руки будет оставаться. Мы лучше его возле речки дожмемся. Тут у нас автомат и одежда наша тюремная. Положи куда-нибудь в уголок. Мы потом сзади вернемся. Добро? Да. Не нравится мне все это, Йок-макарек. Вот вляпаемся и новый срок получим. Не нравится блинчик, отведай халатца. Чего? Ты не пой военных песен, не расстраивай отца. Кого? На уколы проходите следующие. Доктор. Я вам узким языком объясняю, у нас больница переполнена. Ну куда я положу, на улицу что ли? Доктор. Ну как, голубчик, нормально? Ничего. Раненая она, доктор, понимаете? Что вы так кричите? Она все раненая, с переломами, с ожогами. Везите его прямо в Огненск или в Коптево же. Доктор, худо ей, не довезу я ее, понимаете? Сюда же довезли, а тут до города километров двадцать. Извините, мне работать надо. Доктор, на секундочку. В чем дело? На секундочку, доктор. Слухай сюда. Ты ее зараз осмотришь и станешь лечить. Это твоя прямая обязанность. Иначе тебя самого лечить станут. Ты со мной согласен? У нас даже свободный каталог-то нет. Ничего. Я тебе ее на руках донесу. Тихо, тихо, тихо. Девушка-то ревновать не будет. Какая така девушка? Которая к тебе на свидание приходила. Девушка. Тихо. Так, кто ж сестра моя? Лялька. Тихо. 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 Слава, Грознов, где? Ты не выстрелишь. Шмальнешь, опять срок намотают. Дай сюда. Дай сюда! Держи. Дай сюда. А-а-а! Його-карёк! Доктор! Галецкий! Ого! Живой? Живой, слава Богу! За мной! Митяй! Что там за больба? Мы за нашим приятелем зашли. Не подходи за шибу! Ты лавку-то поставь. Иначе второй получишь между глаз. Ну, как знаешь. Ну-ка, шла отсюда! Ты Элида? Да. А Славик-то где? Да ты этого не бойся. В подвале. Покажешь? Да. Не бойся никого. Куда? Я жена ему. Понимаешь? Уличная сучка ему жена. Ты мне ответишь за испорченное имущество. За всё ответишь. Что ты думаешь? Отвечу. Пошли. Ах! Аааа! Ах! Грая! Грая! Быстрее. Эх! 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 Дядя Серёжа, это жена моя, Лида. Мы знакомы. Тебе больно? Ну всё, Славик, прощайтесь с нами. Скоро увидитесь. Лид, я... Славик, пора. Скорей, ёк-макарёк. Лид, я... Я скоро вернусь. Ну всё, пошли. За мной. Я вернусь. Давай, пошли. А, пора? Всё, добегаюсь. Из Саяпина кто-нибудь дома? А нет никого. Тьфу ты чёрт. Послушай, а ты вроде из наших, из деревенских, да? Так точно. А вы сами, ребята, кто будете? А... А мы из космической георазведки. А вот она нас, проводником. А вы, собственно, по какому делу, товарищ? Да на мукомольне проводку замкнуло. Пожар. Реалом склад, там газовые баллоны. Если рванёт, почитай, домов двадцать, как не бывало. А у меня под началом одни бабы. Мужики-то все пожар пошли тушить лесной. Братцы, может, подмогнёте, а? Так мы, Йок-Макарёк... Я, Сергей. Надо бы подмогнуть. А вы нас потом до речки не подбросите? Дорогой мой, да я вас куда угодно потом подброшу. Ладно. Давай в кузов. Давай, давай. Давай, давай. Ты чё лепишь? Какая космическая разведка? Чем не понять, не соврёшь, тем быстрей поверят. Пошёл. Ну даёшь, паря. Свободен. Ну? Здравствуй, что ли? Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Извините, часть создать не могу в связи с отсутствием головного убора. Между прочим, ты находишься под следствием, подозреваемым. Так что честь тебе отдавать неположенному. Понятно? Понятно. А я вот не понимаю, почему ты на меня наезжаешь? Сам себя председателем комиссии я не назначал. Завтра. Тебя будут допрашивать официально. А я вот пришёл справиться с состоянием твоего здоровья. И о деле говорить с тобой я не имею права. Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально. Что же вы, ребята, со мной делаете? Хотелось бы всё же знать. Завтра всё и расскажу. Конечно, расскажешь. Куда же ты денешься? Ты мне объясни. Так ведь не положено. Мало ли что не положено. Я хочу понять, что произошло. Уставы я не нарушал. Осуждённые имели право на свидание. Сложив их сейчас в чрезвычайных обстоятельствах. И я этапировал группу осудённых в город по дороге. Я знаю. Я читал. А где этот этап, который ты обратно в зону направил? Дороги разрушены. Карты у них нет. Завтра в вечернем построении должны быть. Ты что, меня за полного лоха держишь? А? Федотова с его дружками в Огненске видели. Ясно? Значит, заблудились. Заблудились. А если они так заблудились, что к завтрашнему вечеру не вернутся? Они вернутся, Андрей. Ты Серёгу знаешь. Давай, давай, девочки! Давай, давай, девочки! Давай, быстрей! Быстрее! Курочки! Как посыгать, так первые! А как ещё? А ещё? А ещё? Слава! Всё, командир, труба! Меняем так! Сарай мы твой всё равно уже не спасём! Там уже балка залились. Ещё минут десять, и крыша ползнёт! Ты знаешь, что будет, если они к вечерней поверке опоздают? Этот сержант с этапа Пеночкин... Ивочкин. Хорошо, Ивочкин! Заявил, что ты организовал массовый побег заключённых. Надо грузовик с баллонами оттуда выводить! Да я пробовал! Двигатель не заводится! Давай, давай! Хорошо, будем тащить на галстуке! У тебя трос есть? В районе орудует банда вооружённых зэков. И твой зам по режиму Юрченков. Угу. Уверен, что это твой этап. Бандитничает. Слава! Давай сюда! Слушай, там ещё возле стены, здесь этот баллон стоит! Мы только-только начали разгружать! Слава, скажи, мне говорили, ты неплохо машину водишь! Так точно, шести лет на тракторе! Он написал, что ты пользуешься особым статусом колонии! Своевольничаешь! Сейчас мы вытаскиваем грузовик с баллонами! Значит, смотри, сходни узкие! Чуть правее, левее! Машина заскочит, тогда всё! Все на воздух взлетим! Понял? Насаждаешь свои правила! Организовал побег своего друга! Значит так, подгоняй этот зелок и цепляй канат! Давай! Спровоцировал захват заложников! Каких заложников? Канат! В машину! Слушай мою команду! Всю воду внутрь сараря на баллоны у стены! А шланг направляем на кузов! У тебя в санчасти был захват заложников? Ну, был. Так он и говорит, что ты его спровоцировал. Чтоб мою жену и сына захватили? Рядькин! Петров! За мной! Выстирай на погрузку! Скорей! Горицы сюда! Бегом! Ха! Ты сам понимаешь, что говоришь, Андрей? Это не я говорю! Это заключенный Хачилаев! В своих показаниях! Хачилаев! Так, быстро закрой дверь! А ты грозным стал, я гляжу. Лютый. У меня кличка в штабе. Лютый. В общем, так, Нурали. Если факты подтвердятся, если этап к вечеру не вернется, судить тебя будут по полной программе. Колонию закроют. На нее давно в министерстве бочку катят. Федотов получит новый срок. За побег. И выводы комиссии я вынужден буду подписать. И подпишу. Ты понимаешь? Понимаю. 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 Понимальщик ты хренов. Что же вы со мной, ребята, делаете? Что же вы делаете? Пожелания, просьбы? Вопросы будут? Вопрос есть. Задавай. Ты почему ко мне на свадьбу тогда не приехал, а? Отец у меня тогда тяжело заболел. Операцию делали. Вот такая загогулина получается, Нурали. Вот такая загогулина. Ну как тут у тебя? Порядок. Вы там уже все загрузили. Давай бегом, за руль с боком. Я тебя потихонечку вытаскивать буду. Давай. А ну-ка уводи всех отсюда. Давай, давай. Уходи, пошли, пошли. Отходим, я сказал. Давай назад. Отходим, живее назад. Отходим. Быстрее отходим. Тихо, тихо вы курицы. Тихо. 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 Стой, дядь Серёж, не подходи, я сейчас колёса выровняю, на нейтрале сам спущусь, уходи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну? Чего? Анекдот. Вы думаете, если вы ходите, вы не сидите? Пошел ты. Рад бы. Я говорил, что вляпаемся, ёк-макарёк. Вот и вляпались. Чего ты вечный злой такой? Чума с прискоком. А с чего мне добрым-то быть? Тебе сколько осталось? Зима лето, зима лето и домой. А у меня тройное убийство. Мне ещё 10 лет нары полировать. А сейчас вот ещё за побег припаяют. Ну и что? Что мне на воле жить-то останется, а? Так всем припаяют-то. А мне с того не легче. Послать надо было этих колхозников. Тоже мне. Герой здоровья. Мы-то им помогли. А нам теперь кто поможет? Ёк-макарёк. Неужели вправду могут срок добавить? А, дядь Сергей? Разберутся. Они разберутся. Догонят и ещё разберутся. Слушай, с чего эти братья на тебя так взялись, а? Не хотели, чтобы мы с Лидкой женились. Это понятно. А почему? Ну, они такие. Зажиточные, в общем. У них лучший дом в деревне. Три коровы, лошадь. К ним все наши ходили. Деньги в долг занимать. А тут я в училище поступил. Отец всё время сам военным хотел быть. Но не получилось так. Он всё на меня надеялся. Они с мамкой в речке утопли. Зимой полонёй не заметили. Прямо с лошадью под лёд. Я тогда клятву дал. Обязательно в училище поступлю. А с Лидкой мы ещё со школы ходили. В общем, когда погоны получил, домой вернулся. Свататься пошёл, как положено. А меня взошей. Нахрена нам говорят, такой жених нужен. Офицер нынче всё равно, что голодранец. Без денег, без жилья. И окромя казённых штанов в жопу прикрыть нечем. Мы тогда с Лидкой решили, что я её украду. Подолжил у соседа москвичок старый. Рано утром подогнал его к Саяпинскому дому. Перелез через забор. А ну стой! Куда говорю? Стой, говорю! Куда? За это косорылой! Дорогие Лидии Алексеевны, Вячеслав Фёдорович, объявляю вас мужем и женой. В знак любви и согласия прошу вас обменяться поцелуем. Смотались мы в Золотой Яр, там в ЗАГСе нас быстро поженили. Свидетельство выдали. Поздравили, в общем. А когда мы с Лидухой из ЗАГСа вышли, тут меня и взяли. Это за окражу невесты? А что в самом деле, разве есть такая статья? Да нет, за угон москвича. Братовья Лидухи соседа заставили заявление написать, что я машину угнал. Он написал. Они ему за это какой-то долг простили. Сказали, чтобы я к ней близко не подходил, чтобы развелся. Не то всю жизнь сидеть буду. Тот участковый вон свояк, их не он законно хорошо знает. Смешно сказать. Но, похоже, они оказались правы. Отставить. Мы что-нибудь придумаем. Надо придумать. А что тут придумаешь? Выбираться отсюда надо. Чтобы завтра к вечеру на зону успеть. Тьфу ее. Первый раз вижу мужика, который из тюряги в тюрьму убежать хочет. Подвинь-ка жених. Расселся тут. Кольцовка. Кольцовка. Большая деревня. Домов тысячи полторы, а то и две. Это, ну, а какая разница? Дурашка. Большая деревня и магазин большой. А повезет, так избиркасса. Гастроли наши сворачивать надо. Местная ментовка и так уже, наверное, на ушах стоит. Куда поедем-то? В центр. Никуда не едем. Отгони машину в лес, перекантуемся до утра. Дым на солнце облаком Падает больным. Заслонили черное Горы серебра. Проезжаю сбоку я, Мертвым и живым. Рвусь дорогой спорною В сторону добра. Потихоньку волоком Курим, говорим Ценим это тонкое Время до утра Жизнь ворчит, Жизнь ворчит, а мается Тонет и хрипит На вершины нервная Выползла заря Тишина сломается Громко закричит Громко закричит Думаю, что первая Пуля не моя Время не раскается Память промолчит Память промолчит Жизнь течет примерная Но только не моя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Заходи. За встречу. Хороший коньяк. Хороший. Андрюш, что теперь будет-то? Не знаю. Понимаешь, я вообще не имею права с тобой обсуждать что-либо. Ситуация с побегом, свидетельские показания. Ты уж извини, что я так откровенна. Я понимаю. Я вот принесла… Что это? Позавчера я разговаривала с Хачулаевым. Это осужденный, который участвовал в западе заложников. Он мне говорил совсем другое. А потом почему-то изменил показания. Это может помочь? Галя, это не ко мне. Я фигура номинальная. А мы показания… Помогут? Честно? Нет. Ты жена. Лицо заинтересованное. Я готов поверить, что это правда. А вот следователь… Да, я понимаю. Да, я понимаю. Понимаю. Как-то всё удивительно в жизни. Помню, когда мы сюда приехали, когда… Его назначили в колонию. Нас как-то все… Человечески встретили. Мы как-то… Мы как-то со всеми дружили. А теперь со мной никто не здоровался. Все отворачиваются, как будто я какая-то, не знаю, больная, прокажённая. Как будто я не излечиво больна. Она… Андрей, ну… Неужели ничем нельзя помочь Нуралье, а? Помочь… Помочь может только один человек. Сергей Федотов. Если он вернётся к завтрашнему вечеру с этапом, с него снимут одно обвинение. Появятся новые свидетели. Те, кто уже дал показания, могут их изменить. Так что нам остаётся только ждать. Ждать. Что так смотришь? Постарела, подурнела, да? Что ты говоришь? Ты такая… Возьмите, пожалуйста. Ага. Осторожнее. А? Это он тут остановился? Да, здесь. Ага. Всего доброго. Ага. Хорошо. Спасибо, что подвезли. В чём дело? Кто там? Андрюша, это я. Минутку, подожди, я сейчас открою. Здравствуй. Ты… Ничего не понимаю. Ты как? Ты здесь… Может быть, ты пропустишь меня? Проходи только… Да. Проходи. Обними меня, пожалуйста. Ну? Что случилось? Ничего не случилось. Просто я хотела видеть тебя. И я узнала, что Лобанов сюда едет, и попросила его взять меня с собой. Ты на меня не очень сердишься. За что? Ну, я накричала на тебя перед отъездом. Не сержусь. Хорошо. А то, ты знаешь, я… Я осталась одна, и подумала… Вот я выгнала его, а он уехал, и потом там встретит свою эту Галю, и потом не вернётся вообще. Милый ты мой котёночек. Галя, это жена моего друга. Понятно? Угу. А потом я всё же люблю тебя. Такую противную скандалистку? Ой, такую вот, противную. Угу. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Угу. Ишь ты, Славка. Ну, тут у вас и жизнь, только держись. То синокос, то некогда. Ну, чё тянешь? Давай быстрее. Да бегу уже, бегу. Это чё? Война началась, али как? А? Всё нормально. Здрасте. Гриша. А ну, хлопчики, давай отсюда, по-быстрому. Давай, давай, пока там никого нет. Я полночи в засаде просидел, всё кумекал, как вас из милиции вытащить. А тут под утро к ним мужичок какой-то прибегает, и они все повыскакивали, стрельба началась. Так торопились, что и двери не закрыли. Давай сюда. А в кого стреляли-то? Да я знаю, не видно ж ни хрена, туман. Как Вероника-то? Нормально. Говорят, операцию сделали. Ну, слава Богу. А ну, стоять всем! Стрелять буду! Э-э, мужик, не балуй, эй! Дай пистолет, суки, давайте! Тихо-тихо-тихо-тихо, мужик. Тихо-тихо. Никто с тобой воевать не собирается. Тихо, Гриша, глянь там. Доктор, доктор, поглядишь на него. Ну как он? Мужики. Зеленая зона, да? Вот он, где ментяра. Слышь, подвинься в сторонку. А ну, легче, убери свою пукалку. Да ты что, братан? Сейчас я по-тихому. Убери, я сказал. Ну? Э-это. Ну? Отставить, Гриша, стой! Я догоню! Отставить! Не суетись, он же там не один забыл. Сперва сориентируемся на местности. Доктор, ну как он? Да все в порядке. Полевой шок, пуля на вылет, сломано одно ребро. Они на сберкассу напали. Лейтенанта Ворошилова застрелили. Там на площади их бежевая Нива стоит. Нива? Так, значит, эти. Михаила Ильича. Убери. Первое отделение направо! Второе отделение, заходи слева! Красноперые жмыха завалили! Откуда они тут? Вы окружены! Выходи по одному с поднятыми руками! Что делаем, Оленивый? Запалились мы! Заткнись! Акурыш! Телефон не работает. Откуда здесь еще ментам взяться? Слышь, Гиббон? Ну? Это твои кореша из зеленой зоны блефуют. Порвать бы тебя за то, что ты им калаша оставил! Меченый, топай на двор, чтобы сзади не обошли. А как же жмых? Откинулся твой жмых! Шивели копытами! Шивели копытами! Шивели копытами! А взрослая жмых! Вот... А! А не так ты! Мать твою! Ну, чего ждал? Медленно спрашиваю, чего? Что с тобой? Будьте! Это первый раз, человек. Слышь, только мужикам не говори. Ой! Ну ты как? Нормально. Пошли. Руки! 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 Ах ты! Куда? Да! Назад! Петров, назад! Да там же эти. Да никуда они не делаются. А есть. Ага, давай, следи за окном. Ага, ага. Гриша, я. Гриша, во двор. Есть. К черному ходу, давай. Уходить надо, Вова. Прорываться. К машине. Помоги мне. Помоги мне. Встань. Тихо, 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 тихо. Так кто из нас мелко плавает? Вова. Дурашка. Ведь ты же без меня. А-а-а! 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 Тихо, место, место. А-а-а! Ага, ага! А-а-а! Хоу... А-а-а-а! А-а-а... Ну что, едем? Сейчас. Мужики, в кузов! Серега, ты все понял? А ты-то как? Да я нормально. Посижу вот, воздухом подошу. Может, лучше сперва тебя в больницу, а потом с ними? Объясняю. Довезешь людей до реки и обратно. Если кто остановит, покажешь удостоверение. Понятно. Это не просьба, это почти приказ. Серега. Автомат мужикам верни. Так поехали, или как? Едем. Давай. Все. Конец поездки. Все, братцы, приехали. Николай, вылезай. Николай, держите. Че это? Закуривай. Спасибо тебе. Да не ж ты. Это вам спасибо. Да я не за сигареты. Я тоже. Вам вот так напрямки через лес, как раз к броду и выйдите. Мы вас ближе подвезли, да там подъезд плохой. Завязнем с этой колымагой. Держи. Патроны я, правда, вытащил. Да они вам и не нужны. Верно? Верно. Начальству вашему я сообщу, как только связь дадут. Спасибо. Удачи. Спасибо тебе. Разрешите войти? Вызывали, Борис Михайлович? Дверь поплотнее закрой и иди сюда. Слушай меня внимательно, Гена. Только что звонили из милиции, из Золотого Яра. Там наши зеки каких-то подвигов нас совершали. К-каких подвигов? Ты слушай, не перебивай. Они сейчас к броду идут, туда, где их бражник ждет. Я туда отлучиться не могу, Гена. У меня москвичи на шее. Так что ты бери машину, иду туда, что есть духу. Зачем? Набражника у меня надежды, Гена, мало. Так что ты постарайся сделать так, чтобы этап на зону не пришел. Как это? Тебе что, объяснять надо? Как? Ни один, Гена, из зэков, живым на зону вернуться не должен. Ни один. Иначе вместе сгорим, Гена. Почему? А че это вместо буря, а? Уже на попятную пошел, сволочь, да? Гена, вместе потому, что я опер, Гена. И я знаю, откуда на зону марафет идет. И я знаю, куда со склада две тонны тушенки делись. И я знаю, кто себе домик под Угненском построил, и на тещу его записал. Я много чего знаю, Гена, много. Но я молчу пока. И если ты мне не поможешь, я молчать не буду, понял? Вот так. А как же? Боря. Да? А если узнают, что звонили, я в это время... А ты не скули, Гена. Твоя задача доставить на зону шесть трупов, понял? Остальное я беру на себя. Если этап на зону не придет, многое объяснить будет гораздо проще. У тебя был приказ задержать, Гена. Осужденные оказали сопротивление. Ты вынужден был открыть огонь. Так что давай, Гена, давай, давай. Торопись. Давай, Гена, давай. Боря. Что? Ничего. Слушай, я все никак не могу понять. А? У тебя ж убойная статья. Тихо ты, ёк-макарёк. Я правда тебе сказал. Я год в Чечне по контракту отслужил. Слава Богу, хоть там никого не убил, не пришлось. Я вообще-то из армии уволиться хотел. Двадцать лет прапочком отслужил. Николане двора. А тут брательник-младший прибегает, говорит, в военкомате контрактников набирает в Чечню. Деньги обещают большие. Говорит, если не убьют, то хоть поживем по-человечески. Ну, отрубили мы год у Чехов. На зачистки ездили, транспорт сопровождали. Я в самом-то деле раз всего из автомата и стрелял. По колонии из зелёнки открыли пальбу, а мы в ответ. Через пять минут разъехались, вот тебе и вся война, ёк-макарёк. Пришли с брательником деньги получать. Сидим, ждём. Вдруг подходит к нам один такой бычара стриженный, говорит. Ну что, бойцы, порядок знаете? Какой порядок? Пятьдесят процентов, что заработали, вам. Пятьдесят процентов нам. За сохранность боевого гонорара. Вам же надо отсюда уехать без проблем. Слушай, ты! Ну-ка топай отсюда. Топай, я тебе говорю. Ты там был. Я таких, как ты, разборок. Брательник мой вообще озверил. Нервный у меня. Так, братан, можно вообще без денег остаться. Слушай, топай! Ну, где-то часа через два получил я деньги, а брательник-то их ещё раньше получил. Выхожу я в коридор, его нигде нет. Вдруг, слышу, на улице стрельба какая-то. Я туда. Выбегаю, смотрю, а там... Ты чё надел, ёк-макарёк? Это мои деньги, мне семью кормить надо. А пистолет у тебя откуда? Трофейный. Так. А ну, дай его сюда. Да, давай, я сказал. Да я сказал! Иди. Так ты вместо него срок получил. Ага. А чего мне? Сашка, он семья. Люська, ему второго родила, пока мы у Чехов парились. А я один, как прыщ на носу, никому от меня ни жарко, ни холодно. Не всё ли равно, где небо, как титьёк-макарёк? Только ты никому. А то, если чего, так я от всего топусь, понял? Ну, я не знаю, кто их разберёт тут. Да уж, начальство. Глянь. Обойдём. Нам всё равно правее надо. Пошли. Всё. Генерал Хоменков. Рақат Асланбек. Рахмет. Пошли. А яғына ерте тұрған жоқсын ба? Ни шай қалғанда, кем дегенде, біратта жату керек. Ештең әтпейді. Рақат, шындайш. Менің осындай жағылай отысып калаңында қалай білдің? Сабыз деген жер көкке тест тарай демес бе? Уақты маз. Саған көмікті сейін дебе? Түсінем. Бірақ сей маған, қалай көмікті сейсің? Жоспар бұлай. Қазір сен, Қазақстан азаматтығын аламын деп өтінш жазасың. Мен өтіншіңді бүгін елшілік кежберім. Сені тұтқындаған соң үресейліктерден сенің үсінде бізге жолда оларын сұраймыз. Е, түніп отырм. Ал сонан соң? Сені соттайтын ұралы. Уақты жазыға тартыласың. Мен көміктесем. Сен түсінбейсің. Ал соның соң мен несті өм керек? Жұмыс деп қызмет әтесің. Жақсы офицерлер бар жерде керек. Ал қазір осың сұнан бастарсын сен отырғызат. Узаққа отырғызат. Мен абақтаға отырғызат деп кім айтсаған? Уақытым тұғыз, Нұралы. 40 минуттан кейін. Мен астаныға қайта шоғым керек. Ал ертен, Мәскеуде болам. Е, е, естедім, естедім. Дәрі жүрің өсті, шың жүріктің құтықтайым. Әңгіме мен туралы емес. Сен туралы, Нұралы. Әке-мекеуіңнің әңгімелерін әлі есімде. Ау мен жатқын жәрі жәлі босын тұпырақ тұрға босын. Аллау ғабар. Ау мен. Әке-мекеуіңде романтикаға ұрынып, ол Қазақстанда ата-бабамыздың сүйегі жатыр деп. Сен жан ұям Ресейдей деп қоймадың. Ант туралы бірдемелерді айтып. Офицер, өміріні бірағырыт ант береттегім мен. Я, я. Міне-міне. Бірақ мен саған түрмеге түспеудің ең тиімді шешімін айттым. Әлі де түсінбедің бі? Жоқ. Рақат сен мен тағыда түсінбе одырсың. Мәселі сая сәттемес. Сенің айтқаныңығы көніп, мен досым сат кетілмей. Қайдағы дос? Мен әтап пен жіберген айып көрілердің арасында Сергей атта досым бар. Егер мен сенің ұсынсыңды қабыл алып тайп тұрсам, демек мен оған сенбегенім, одан бас артқаным. Аны мен оған сенем, өз ме сенгенде сенем. Қайтадан Донки-хоттыңа көшіттің бе? Егер досың қайтып келмесесе, сол үшін қотырасың бе? Егер сот солай деп шерсе, үкім шығарса, Қытырам. Көп болды ма? Көп болды. Көп болды. Құқ болды. Құқ болды. Құқ болды. Живыми можно не брать, но... При чем тут но? Не брать, значит, не брать! Геннадий Петрович... Чего еще? По оперативным данным, у них имеется боевое оружие. Ты хочешь отвечать за потери личного состава? Нет, не хочу. Ну то-то. Значит, будем выполнять приказ. Петрович, я вообще не уверен, что они здесь пойдут. Может, не сюда идут? Ошибся с этим планом. Не ошибся. К броду они идут. Точно. Откуда знаешь? Ты поменьше вопросов задавай! За берегом следи! Да я и слежу. Что из-за корова? Где? Откуда корова? Да черт ее знает. Может, от деревенского стада отбился. Так пошли к кому-нибудь, чтобы отогнали ее отсюда, нахрен! Батыгин, прием, прием! Поторопись, скорее, дело к вечеру. Стой, 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 стой. Это что там такое? Коровы. Да ясно, что не коры. Вон, видишь, паренек какой-то рядом бегает. Может, может, пастух? В форме, с автоматом. Пастух, Ёк-макарек. Засекли они. Тупо его этого, блин, как его, Барыгина. Батыгина. Да какая-то разница! Батыгина, Батыгина! Отзови его по рации! Второй! Кто у рации? Прием! Я, товарищ капитан, сержант Новиков. Новиков, быстро к Батыгину! Что, чтоб вернулся, отзови! Не могу, товарищ капитан. Он далеко, а там еще коровы. Дай сюда! Слушай меня, Новиков! Майор Шваров говорит! Слышу, товарищ майор! Скажи всем бойцам, чтоб разобрали зэков по номерам и по моей команде огонь! О поражении! Всем ясно? Слушай, товарищ майор! Куда? Ложись! Куда? Настал! Серега! Уходим! Я же сказал, по моей команде! Что это было? Пока! Прекратить! Где в лес? Козлы! Урона к ноге! Опустили! Козлы! Козлы! Урона! Опустили! Урона! 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 Оставь ты, доктор! Йок-макарек! Дай ты спокойно подухнуть! Я только перевязал рану! Ну, как он? Плохо! Очень плохо, Сергей! Не, ну это же они нас там пасли, а? Я узнал! Цирик одного из охраны! Есть такая старинная русская забава! Борьба с отечественниками! Не, я спрашиваю! Я не пойму, на кой хрен мы туда идем, ежели они нас пострелять хотят, а? Ты что это, Гриш? Шутишь? Да я взаправду! Я взаправду! Слушай, а может послать все это куда подальше, а? Да пожить, пока не поймают, а? Да так, пожить, чтоб на всю катушку! Чтоб до самой смерти хватило! Мы обещали вернуться! Они же стреляют в нас, дядя Сергей! Нам на поверку никак не успеть! Там засада, а это единственный путь! Все, разбегаемся, командир! Хорошо. Только при одном условии. Вы должны будете меня убить. Или я убью каждого из вас и доставлю на зону. Я дал слово, что вернусь. И я вернусь. Вместе с вами. Или подохну. Только я не очень понимаю, как мы сможем это сделать. Что? Ты о чем, доктор? Ну не сможем же мы эту речку перелететь по воздуху! Не можем. Я жду от вас решения, мужики. Стоять, кто такие? Да видишь, брат, мы тут беглого зэка поймали. Да мы сами из геолога-разведки. У нас база, час отсюда. А этот паразит в палатку к нам залез. Консервы тырил, а? Усольский, беги к капитану. Что, допрыгался? Геологи беглого зэка поймали. Пускай проверят ориентировку. Сука, зачтется вам это. Не габка. Что ты, падла? Что ты мне сказал? Падла! Расстоять! Вот спасибо тебе, брат. Вот спасибо. Только ты не обижайся, ладно? Тихо-тихо-тихо-тихо. Находясь в лесу, соблюдай тишину и порядок. Слова в камину. Есть. Извини еще раз, брат. Так надо. Давай в кузов. Не обижайся. Слышишь, Петрович? Чего? А ведь это, кажется, наши. Откуда у них грузовик-то? Дай сюда! Точно! Только со мной, быстро! Огонь! Несмотря ни на что, не останавливайся! Есть! По колесам стреляй! По колесам стреляй! По колесам стреляй! По колесам стреляй! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Нет пульса. Может, не беспокоить его, здесь оставить? Должны вернуться все. Давайте его в кабину. А если они не появятся, ты его арестуешь, да? Где моя фуражка? Я ее сейчас принесу. Я ее почистила. Андрюш, ты мне не ответил. Я не могу арестовать. Я могу отдать приказ об аресте. И ты это сделаешь, да? Черт. У меня приказ, а приказы не обсуждают. Полина, не мучай меня. Мне и так погано. Андрюш, я тебя очень-очень люблю. Ну, все, пора. Подожди. Как ты думаешь, почему они не вернулись? Не знаю. Что-то случилось. Наверняка что-то случилось. Все равно я считаю, что ты... Ты поступил правильно. Слышишь меня? Я слышу. Конечно, я слышу. Наралей. Как? Не надо. Не плачь. Ты домой иди. Детям. Скажи. Я скажу. Я скажу. Они поймут. Они должны понять. Ты думаешь? Багарат! Петров! Редькин! Федотов! Товарищ полковник, разрешите обратиться? Разрешаю. Вечерняя проверка закончена. В шестом отряде отсутствует. Багарат, Редькин, Петров и Федотов. Во втором Галецкий и Грознов. Разрешите встать в строй. Остановитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Товарищ генерал, разрешите обратиться. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Разрешаю. Я думаю, ждать больше не имеет смысла. Да, наверное. Нам необходимо избежать публичности. Что? Я предлагаю отправить шестой отряд в корпус, а потом сопроводить Асланбекова в камеру. Не надо, чтобы осужденные видели, как его арестовывают. Да, возможно. Разрешите отдать распоряжение? Разрешите. 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 Чего встали? Трясти. Да не трясите. Да не трясите. Господа офицеры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...